Рассматриваем хитрые возможности JavaScript. Проблемы разработки UI с Дэном Абрамовым. Как Челябинск выгоняет айтишников. Как Челябинск выгоняет погнали. Я себя сейчас диджеем почувствовал, потому что я маркер, опять же, поставил, чтобы знать, где, ну, врезать нарезку, врезать врезку. Врезать замок. Я именно классно пальчиками так сделал. И прям, мяу, только звука не хватало. Вот я тоже подумал, что ты уже там знаешь. What the fuck? JavaScript. Мы просто рассматриваем хитрые возможности Дэна Абрамова. У меня еще прокнулось, когда мы это делаем. Ну, нам нет. Мы должны с погнали именно связывать. Хотя можно в какой-то момент вместо погнали Дэна Абрамова вставить, будет смешно. Челябинск гоняет Дэна Абрамова, соответственно. Ну, как бы уже неплохо. Неплохо, неплохо, да. Хороший старт. Надо представиться. С вами проект YouWebDesign, подкаст «Суровый веб», выпуск номер 191. На часах уже 16 января. Но мы пишем в ночь с 15 на 16. Уже пол первого. Подкаст, как обычно, выходит в VR и на украинский. Ну, кстати говоря, я думаю, сегодня быстро хлестка Блиц. Я тоже думаю. Я подумал, вот когда ты сейчас начал представляться, в который-то раз, в 191 раз. Ну, может быть, в первые разы мы не представлялись. Мне кажется, мы в середине потом перестали. Мы зазвездились. Мы думали, что нас каждая собака знает. Потом мы столкнулись с суровой жизнью, что нас все-таки не узнают еще. Я думал, этот голос твой, а этот твой, а этот там. А, да, 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 да. Вот. И я просто думаю, что представишь, как это полезно для какого-нибудь чувака, который один вот на шлюпке застрял посреди Тихого океана. И ему вот только Apple подкасты текут, например, в его радиоприемник. И он, короче, слушает. И он такой, так, уже 191. Так, уже у них сколько там? Он только нас узнает новости, да, да. У него уже борода такая, да. Он именно загар такой, знаешь. Он уже, ну, так, ну я, так, уже сколько я здесь суток. И перечеркивает там наши подкасты. И 200-го ждет. Потому что его спасут только на 200-ом там, знаешь. У него как в крутом пике. Он 100-200 выпусков падает, и все упасть не может. Вот у него так же. Да, да. Кстати говоря, если вы тоже не можете упасть, а точнее, если вы тот самый чувак, который застрял посреди Тихого океана, или, например, если вы какой-нибудь рекламодатель, застрявший посреди океана реклам, или рекламных площадок. Да, площадок. То, да, вам надо бы написать на work.sobaka.euwebdesign.ru, чтобы мы с вами о чем-нибудь, например, договорились, например, ставить вашу рекламу. Вот как, например, Дэн Абрамов в этот раз. Он молодец, он написал. На своем ломанном русском. На своем ломанном. Хотите часть акции React? Мы такие, ну, в принципе, хороший, хороший дел. Да, да. Рассмотрите мою темку. Уже как бы на закате находится, но можно еще вписаться, да. Да можно, пока можно. Мы как в биткоин в конце залетели, знаешь, на минусах. Да, да, да. Вот, значит, вот, рассмотрите, говорит, мою темку, которая с хабратом переведена кому-то, с кем-то, вообще там, хрен кем. Вот, и мы возьмем, мы сегодня возьмем, классная тема. Да, это мы сказали, это мы сказали. Твоя первая тема, которую ты пролоббировал. То есть, я вот не могу сказать, что она всем зайдет. Это, знаешь, сейчас именно творчество идет. То есть, тема, которая... А ты не надо негативно программируешь. Ну, ты сказала бы, что всем зайдет, и всем бы зашла. Вот, знаешь. А нет, сейчас посмотрим теперь, посмотрим. Твоя темка. Ну-ка, давай. Ну, давай, давай, да. Я перед этим, кстати, скажу, что мы, я надеюсь, в этот раз выходим все-таки в премьере. В прошлый раз каким-то рожном YouTube затупил, не дал нам премьеру, сам ее выключил через 15 минут. Вот это странно. Еще и когда она стартанула, не было уведомления, поэтому мы с Илюхой Евсеевым там посидели вначале, и YouTube ее еще и выключил. Ну, как-то, ну, нельзя так делать. Так я тебе больше скажу, ты еще баннер красивый нарисовал. Так я еще хайпил, я весь день ее хайпил в тот момент. Я думаю, блин, сегодня прям все придут, попкорн, просто трусы в конце полетят, и един Илюха Евсеев, и я просто, и все. Ну, да, запах примерно одинаковый, что у попкорна, у трусов, поэтому... Да, это, конечно, был полный провал. И напоминаю, у нас хорошие новости. Мы теперь есть на Spotify, прием, еще один чувак, который застрял на шлюпке, но у него не Apple подкаст, а Spotify. Он тоже, соответственно, будет нас слышать теперь и будет... У него еще есть VPN, видимо, потому что... Он еще в России как бы. Не, VPN нужно только, чтобы зарегаться, потому что потом, чтобы слушать, уже не нужен. Ты просто идешь на open.spotify.com и весь мир у твоих ног, детка. Говорят мне, поговаривают слухи, поговаривали, по крайней мере, что Spotify-то... Вот Apple Music, все вот это Google Music, все это, знаешь, отлукало, а Spotify-то это лучшее, потому что там рекомендации какие-то великие, там тебе все. Да, да. Ты узнаешь сразу о себе самое сокровенное. И вот тут еще, представляешь, если кому-то будут рекомендовать наш подкаст вместе с Ози Осборном. Я очень на это надеюсь, потому что я вместе с тобой, собственно, если помнишь, как будто ты обычно не помнишь то, что мы с тобой делаем, мы выбирали... Если вы понимаете, о чем я... Да, мы с тобой выбирали подкатегории, то есть, ну, heavy metal, опять же, чтобы Козьи Осборн здесь поближе. Ну, был, был такой. Советовали, поэтому, да. На самом деле мы там с Пашей Волей будем, я просто последнее в кино, потому что у нас там comedy. Да, у нас comedy, причем... Ну, нет, слушай, мы стендап убираем, у нас там comedy и истории, или как-то, что же там было-то, твою мать. Ну, точно не стендап, какой-то другой. Чуть ли не журналист у нас, журналист. Блин, это comedy этот, не экспромт, а как же там было-то? Да-да, индиви... Импровиза... Индивидуалки, это нет, это не про это, другая была. Индивидуалки-щелябинцы. Импровиза, да, да. Ладно, давай про московское метро, что там? Все, московское метро. Блин, сафари открываю. Нет, нет, не сафари, мы сегодня в Firefox, как обычно. Кстати, когда мне сейчас он разворачивался, он мне как Windows XP шлейф дал. Как бы, ну, видимо, на Mac'ах это тоже неизвестно. Ну, как я перед подкастом. Статья с vc.ru. Московское метро выручило от продажи старых указателей 2 миллиона рублей. Ну, это копейки, сущие. Это действительно копейки, особенно для метро, и тем более для московского. Но, тем не менее, полезное дело было сделано. Почему полезное? Потому что полезно все, что в рот полезло. Как, например, старые лайтбоксы из метро. С конца декабря 2018 года метро продает старые лайтбоксы, которые, знаешь, поднимаешься на эскалаторе, выход к таким-то там на охотный ряд. Или, наоборот, спускаешься, и у тебя показывают, что слева второй путь, справа первый, к поездам до станции Третьяковская, Академическая и прочие Рязанские проспекты. Я, естественно, их видел, и это было не так давно, предположим, года полтора, два года назад. Еще такие висели. Ну, я, конечно, их видел давнее. Но, понимаешь, их, как бы, они настолько исторические, то есть они из начала 80-х, насколько я помню. Ну, наверное, да, их после 80-го, после Олимпиады обновили, к Олимпиаде. Как у нас все делается к каким-то событиям. И так они и висели, как бы, с тех пор, тем более, что особо там ничего не добавляли. Ну, только там новые развязки, но у них там и, соответственно, новое оформление было, поэтому, да. Вот, то есть они действительно исторические, какой-то такой... Твою мать, все, элемент хотя бы, слово элемент так долго вспоминал. Элемент советского дизайна, можно такое к себе в квартиру получить. А там, естественно, с коммуникациями, так скажем. То есть два провода торчит, 220 подключаешь, горит. Можно через выключатель. Так интереснее будет. В карман просто заходишь к себе, и около твоей квартиры слева второй путь, справа первый. Как бы, ну, почему бы и не Шалабеловская, и Рязанский проспект, опять же. Это круто, это реально круто. И, соответственно, чтобы ты понимал, самыми популярными были именно выход в город, вход в метро, и переход прекращается в час ночи. Ну, то есть, действительно, такие, которые именно, ну, нейтральные, так скажем, лайтбоксы, которые можно в толчок повесить. Переход прекращается в час ночи, все, никаких ванн. Ну, на холодильник, да. Ну, да, да. Ну, это, кстати, смотри, даже ты интереснее придумал дерьмо. Ну, это такая, знаешь, шутка. Вот если бы я уральским пельменем писал шутки, вот я бы... Там как раз все тетки бы взяли толстые и засмеялись в этот момент. Ну, кстати, на mosmetro.ru слушалась бакс, их можно нынче купить, вот. Есть у тебя... Ну, ты смотрел, сколько стоят, не? Во-первых, я сейчас зайду, чтобы посмотреть, потому что меня действительно заинтересовало. Ну, я хотел бы, чтобы ты угадал. Выход в город. Мне неинтересно выход в город. Мне неинтересно именно станции. Они классно выглядят. Сейчас я открою парочку. Продажа. 7500. Да, я хотел, чтобы ты угадал. Мне теперь интересно, угадал бы ты или нет. Да я бы не угадал. Не, я хотел, во-первых, больше сказать. Мне почему-то казалось, что они подороже. 7500. Я не знаю. Вот с одной стороны вроде как и дешево, да? А с другой стороны вроде как и дорого, потому что бесполезно. Абсолютно хреновина. С другой стороны винтаж класс. Слушай, это массивная хрень. 60 на 60 сантиметров. Некоторые вон 160 на 50. То есть просто там, ну тут написано ударопрочный полистирол. Хотя может быть полистирол и оргстекло это одно и то же. Я не знаю. Это нам гугл бы, наверное, сказал. У нас просто в Челябинске эти оргстекольные кубы. Мне кажется, они в себестоимости столько стоят. Да не, я согласен. Вообще надо реху подарить такое по приколу, да? Кому-нибудь, кто любитель винтажной и вообще всякой хреновины. Тем более, ну мы сейчас в москвичах, говорю. Для них 7500 карманные деньги. Они на часть только дают таксистам. Поэтому... Ну, тем более, но знаешь, москвич, возможно, блюет от этих уже вывесок. Мне хочется верить, что есть... Просто тут написано, что реально их раскупают. И вот в ближайшие дни поступит новая партия. И тоже, наверное, будут сильно раскупать. Чтобы ты понимал, я эту новость увидел у Лебедева изначально. Вот. И он там как раз тоже славил, что это очень классно, что их не просто выкинули. Что это практически там чуть ли не беспрецедентное дерьмо, что мало в каких странах вообще такое делают. Вот. И это именно прикольно. Это как бы, ну, и заработок небольшой. Мне интересно конкретно, какие они оставили в музее метро. Потому что у них же есть на станции спортивное музей метро. И какие именно оставили там. И почему все не оставили? Я понимаю, что это хлам, который просто... Просто, ну, их же реально... Ты посмотрел три вида, и что там дальше? Каждая же из них не очень примечательна. Не то, что там на каждую из них Брежнев писил там, я не знаю, или что-то еще. Чтобы, когда, знаешь, включил, нагреваясь, воняло. Ну, как бы, как все знают. Ну, вообще-то, по идее, это даже важнее, чем Брежнев вписал, потому что, представляешь, миллионы людей. Да какие миллионы? Я не знаю, сколько вообще людей увидело эту табличку. Просто вот сколько людей прошло мимо этой таблички, даже на самой непопулярной станции метро. То есть, в принципе, 7500 это дел делыч вообще. Конечно. Я такое чувствую, что мы хотим продать кому-то это дерьмо. Ты согласен. Это, на самом деле, тоже, как и Spotify, это просто две интеграции у нас в подкасте. И когда набрал в третью. И поэтому я и пропихиваю эту тему, потому что, ну, как бы, да. Хотя, ну, повторюсь, это круто. Это просто реально интересно. Мы же здесь часто вообще за урбанизм говорим в нашем подкасте. Просто вот, ну, это часть истории. И, блин. Вот мы с тобой, помнишь, я не знаю, выпусков 30 назад, может быть, больше, рассуждали, там какой-то чувак сделал рендер, как бы выглядели старые советские вывески в некоторых городах. Я не помню, там то ли один какой-то город был, то ли несколько. И там он именно отрендерил, будто бы они горят все еще. И там так грустненько-классненько сделано, что прям пальчики опять. Как наши подписчики от хитрости джаваскрипта. Вот тут то же самое практически. А что, особенно, если ты реально туда диодную лампочку поставил, чтобы, ну, поярче, нормальный гайо, там, на 1000 люмин. Подвел 220, и у тебя прям балдеж. Ну, опять же, у нас нано-квартиры, правда. То есть, метр на метр хрень вообще повесить как бы достаточно тяжело. Я надеюсь, что это возьмут люди, у которых как минимум замок какой-нибудь нормальный. Ну, да, да, да. То есть, или, знаешь, они будут выйти в какие-нибудь там кауоркинги, в какие-нибудь арт-пространства. Ну, то есть, это же такая тема хипстерская довольно-таки. Ну, тем более, тем более, да. Вот, поэтому я всячески поощряю такую хреновину, и мне просто хотелось это с тобой обсудить, потому что... А потому что что хочу, то и делаю. Наш подкаст. Ты вот следующую тему хотел обсудить. Ладно, моя следующая. Да, согласен, давай. Нереальный коллаб. Молодые художники создают несуществующие коллаборации российских и зарубежных брендов. Здесь на Вайсере собрали нам реально несколько коллабов. Я так это буду придерживаться лексики. И, короче говоря, ну, в натуре шмотки плюс какие-то такие бренды российские очень ну, очень даже, может быть, не локальные, а, скажем так, полусоветские действительно. И вот, например, сразу вы все поймете, смотрите. Слушатели просто представляете каким-то образом, если у вас настолько хорошая фантазия, а зрители видят и так. Например, Balenciaga кроссовки. Сейчас ныне популярная, хотя, наверное, она была всегда, возможно, популярная марка Balenciaga, которая вместе с содой, как бы, пацаны сделали. Еще сзади поставили пачку соды и вот в цветах соды конкретно разукрасили Balenciaga. Кроссовочек. Ну, сомнительно, прикольно, достаточно молодежно. Достаточно молодежно, ярко. Ну, я бы не сказал, что узнаваемо содой, хотя, в принципе, почему нет? С учетом, я не помню, как называется эта модель Balenciaga, какой-то там Triple D, как-то так она называется. Именно оригинальные, которые были, они как раз были красно-черно-белые, поэтому я бы, если честно, даже особо не заметил, что сода, просто я подумал, это какая-то модификация дефолтной расцветки. Может быть, там они ничего и не делали, они просто подставили кроссовок. Они соду сзади поставили и все, да. Да. Дальше, например, Nike вместе с чем-то досвидосным. Видимо, с Stradivarius, что-то, я не совсем понял, то есть, с чем-то таким очень старым, олдскульным, потому что здесь прям кроссовки в коричневом цвете, вы поняли? Это Stradivari, и у него просто имя есть, практически Армен. Вот, Армандо. То есть, с самим Stradivari, который делал, собственно, скрипт, музыкальный инструмент. Да, да. Да, ну, тоже не чёток. Следующее, конечно, классно, блин. Ну, на самом деле, вот я пока про Stradivari, в Челябинске очень подходит под погоду, под климат, ну, в принципе, вот, ну и, даже, В принципе, любые кроссовки примерно такие становятся, если они были белыми. Становятся, да, да. Да, даже чёрными, они были, вот коричневые становятся. Да, согласен. Дальше. Ну, вот, если кто-то, опять же, видел, знает такую фарму, фарму, марку такую, фирму, красное и белое, вдруг вы слышали. Мы про неё рассказывали, просто на той неделе. Тем более, тем более, что мы вас просвещали, да, это сеть алкогольных магазинов. Это ещё одна интеграция, соответственно. Ещё одна интеграция? К сожалению, нет. В общем, вот это вот, опять же, ныне модная фирма Supreme, вместе с красным и белым. Здесь куртка, наполовину красная, наполовину белая, написано Supreme. Похоже на какие-то сигареты очень сильно, как будто Мальборо немножко. Мальборо, конечно, да. Да, ну, не знаю, в общем, мне бы стрёмно было бы в такой ходить, не потому что даже, а потому что как-то, ну, беспонтовый. Нет, ну, очевидно же, что это именно, как бы, ну, это сарказм, это шутка, это именно юмореско практически. Ну, то есть, опять же, вот диджей-огурец бы в такой выступал, и норм прям было бы. Ну, это именно, ну, нереальный коллаб, уже тебе говорить, как будто это я рисовал. В натуре нереальный коллаб. Это притя. Далее, звезда Stone Island, тоже ныне популярные хреновины, и бальзам-звёздочка. То есть, вместо звезды Stone Island, а у них, а у них именно на логотипе такая звезда, они делают очень... Я вспоминал, что такое Stone Island. Они делают очень популярные куртки, и богатые чуваки, модники, сейчас покупают такие куртки, вот у них там звезда, короче. Вот здесь теперь звездочка обычная, которой мазать. Я, кстати, не знаю, что ей мажут, ушибы? Ну, всякое, конечно, укусы, ушибы, порезы. Там, на самом деле, она же там, от неё даже стоит, наверное, я не знаю, не это мазать. Вот это я знаю, это я мазал, а остальное, как бы я просто... Она от всего помогает вообще, где не помажешь, там всё сразу хорошо. Там помогает. Дальше Adidas и монтажная пена, собственно, Henkel Macroflex, но просто смешно, что именно пеной запенили подошву Adidas'овских Cross, и мужик выглядит. Это смешно. Смешно выглядит, но как-то не очень и не коллабово. Вот я о чём могу сказать. Ну, просто видишь, здесь ещё смешно то, что почти все строительные материалы всегда рекламируют мужики в скафандре, хотел сказать, в комбинезоне с большим пальцем. Это как бы, ну, это просто ещё и сапира на всю рекламу строительного говна, поэтому, да. Baiting Ape и Вооружённые силы Российской Федерации не знают такую фирму, к сожалению. Возможно, тоже популярная и у модных чуваков. Здесь, видимо, здесь, видимо, вместо головных уборов для Вооружённых сил Российской Федерации представлены вот такие модифицированные Baiting Ape какие-то балаклавы, я не знаю, или что это такое. Главное, чтобы это не нацистское какое-нибудь говно было. Но я думаю, вряд ли. Я думаю, что на Вайсере тут смотрят, тут фильтруют, их первыми закроют после нас. Да. North Face и Беломор Канал. Ну, знаменитая тоже фирма, которая делает в основном зимнюю одежду. Ну, эту я знаю. И обувь, да. Вместе с Беломор Каналом, короче, тоже, кстати говоря, сейчас модная эта фирма, я про Беломор Канал, естественно. Короче, прикольно, прикольно сделано. Карта такая же, как на пачке сигарет забытой. Дальше Rolex. Для кого-то, может быть, и... Для кого-то вновь открытый, конечно, недавно. Хорошая пачка, нормальная. Лапша, Роллтон и Роллекс. Здесь мы смотрим абсолютно две несовместимые вещи. Вряд ли люди, имеющие Роллекс, едят лапшу Роллтон. Хотя, может быть, когда-то и ели, но... Мы видим здесь коллаб. Такой себе коллаб, конечно. Я даже не совсем понимаю, я просто не очень... Ты просто не знаешь, как Роллексы выглядят, да? Либо как Роллтон, я не знаю. Я Роллтон, честно говоря. То есть, но Роллекс, я понимаю, что это какие-то часы в алмазах. Ну, да. А что, куда здесь? Что именно из этого Роллтона? Там, мне кажется, что стрелки в виде лапши. Да, да. Но еще и просто сам по себе Роллекс переписали. Ну, это само собой, да. И почему-то схематичную иконку ферзя шахматную. Видимо, это настоящий ферзь, если ты с такими Роллтонексами ходишь. Ну, это просто, видимо, Роллтоновский этот логотип, а может и Роллексовский. Хрен знает. Короче, Луи Виттон дальше. И рентгенодиагностическое отделение ГКБ номер 7 города Казань. Я только не понял, а почему Луи Виттон? Ну, то есть, это просто рубашка. Не знаю, просто что-то взяли ее присобачили. Да, я как бы не готов быть, конечно, специалистом в луи-виттоновских вещах, но что в этом луи-виттоновского, мне даже интересно, просветите кто-нибудь. Ну, и Гуччи каждый день, каждый день это фирма, которая Ашановская производит Ашан, собственно. И вместе с Гуччи каждый день вот этот вот логотип Гучевский, да, который как бы вплетен в цвета каждого дня на такой вот, на таком ремешочке у чувака на футболке. Да, это смешно. Это прикольно. Ну, вот так вот. Как вам вообще, в принципе, пацаны и девчонки? Напишите. Что бы купили из этого? Что бы носили сто пудово на каждый день? Я бы, я бы. Вот я выберу сам, а ты скажешь, что бы ты носил? Мне очень нравится North Face и Беломор канал. Классно выглядит, не стремно выйти, пацаны поймут, а кто не поймет, тот дурак. Ну, это действительно, да, это кто не поймет, тот дурак, это правильно. Именно в этой в куртке нужно такими фразами бросаться. Согласен. Ну, ты роликс возьмешь. Нет, я бы хен-сяги взял. Они реально смешны. И это максимально на самом деле непонятно, что это коллаб вообще. Согласен. Просто выглядит как Боленсиаги и все, и можно ходить нормально, выше-выше на 5 сантиметров. Ну, согласен, да, согласен с тобой. Пойдем дальше к следующему разделу, который у нас как бы перемычечкой, перемычечкой, вот, а перемычечка это Патреон. Патреон, то есть, если вы все еще не знаете, слушаете, у нас уже там 191 выпуск, например, и все еще не знаете про Патреон, то я вам расскажу, могу рассказать. Допустим, вот Сань, вот Сань, если бы ты, вот твой любимый какой-нибудь музыкант был бы на Патреоне, да, и ты бы хотел его поддержать, ты бы что, не поддержал, что ли? Пф, говно вопрос, ты че? А мы теперь вместе с Ози Осборном на Спотифае, понимаешь? И нас, я считаю, можно как вашего любимого музыканта, практически исполнителя, мы еще тем более на Яндекс-подкастах, которая называется Non-Music, не музыка, Яндекс, не музыка, то есть, полностью, практически, музыкальный лейбл Ювэп Дизайн, группа Суровый Веб, да, короче, поэтому можете, чуваки, на Ювэп Дизайн, точнее, я хотел сказать, на Ювэп Дизайн.ру слэш Патреон, точнее, на Патреон.ком слэш Ювэп Дизайн, поддерживать нас, а мы вам будем дарить какие-нибудь штуки, потому что там все написано, собственно, на самом Патреоне. Да хрен с ним штуки, я скажу самые топовые вещи. Давай. Это наше прешоу, наше новое, вообще эксклюзивное, лимитированное шоу для любых патронов. Мы не разбираемся, у вас золотые зубы или там роликсы, или, неважно. Если вы наш патрон, вы получаете прешоу, получаете его в полном объеме, там, где-то до 30 минут в среднем, там, от 15 до 30, вот такой разбег. Как половой акт, примерно, один. Ну, это, слушай, это еще, очень хороший половой акт, я бы даже сказал. Я бы даже сказал, сейчас у нас все еще рабочее название были на это имеет, вот это прешоу. Я бы уже сказал, что половой акт должен быть там в списке конкурентов на название. Да, Суровый Веб половой акт. Суровый Веб прелюдия. Да, прелюдия, прелюдия. А наш подкаст, это уже половой. Вот это нормальный, обычный половой акт, 2 часа, 2 с половиной, как бы, в принципе. Хороший так, 忍арвальный. Типовой, я бы даже сказал Поэтому переходите Patreon.com, ссылка есть, как всегда В описании, она там одна из первых Вообще сверху Любая копеечка, которую вы занесете Откроет вам доступ кобылинам А там такое, вы просто не представляете Там майндбловинг полный Поэтому не пропустите Ну и там, кроме всего прочего, есть куча разных Других прикольчиков, призов, которые вы можете Заработать, в том числе бесплатные стикеры Подкаст на день раньше Участие в нашем скрытом Чатике и так далее и тому подобное Поэтому patreon.com Да, пацаны, вот так Так и работаем, идем в следующая Тема, бесплатные, приватные Репозитории на гитхабе, написано у меня В слайке Носыч, Носыч прокомментировал Я так понимаю, ты просто ради того, чтобы Носыча взять, неважно какая там тема На самом деле, чтобы ты понимал, я эту тему Именно как тезис записал просто в Трелл нам, что надо вот Про это будет сто пудово сказать А будет это Носыч, Курносыч, Говносыч, мне не важно Поэтому тут, ну Носыч, ну окей, почему бы и нет Я рад любым Носычам, поэтому да Согласен На гитхаб.com теперь можно иметь Неограниченное количество приватных репозиториев С ограничением до трех участников В репе В репе, вот ты если реп слушаешь Там три только участника может быть Ну или на реп-базе, если я нахожусь Ну или так, да Действительно, с нового года Пацаны Хотя они написали от 7 января, конечно У себя в блоге Новость Возможно, с 7 января только Так что это достаточно свежак еще Хотя, когда подкаст выйдет То вы уже все создадите приватные С душком будут все репозитории Да Созданы Как вы понимаете, что Не секрет, вообще на гитхабе Можно бесплатно создавать репозитории Хоть сколько угодно Но они будут все доступны публично Они будут публичные Соответственно, сами понимаете Ваш код Ваш бесценный вот этот вот Джаваскрипт утечет Кому-нибудь в проект другой И люди будут зарабатывать деньги А вы так и останетесь в жопе Но гитхаб для этого Делают все, чтобы вы не оставались в жопе Тем более, что они говорят Многие люди ищут работу Посредством гитхаба Многие люди просто вот Используют зачем-то приватные Гитхаб репозитории Давайте сделаем им фри полностью Бесплатно Хотя, три участника Это, ну, сомнительно Потому что, как бы Вы же понимаете, что на большую компанию Такое не расшаришь То есть, просто компании Все еще по-прежнему будут Покупать у них аккаунты В смысле, подписку Там вот это все, что у них есть Их планы будут Оплачивать Но по факту Если вы такой чувак Как, не знаю Такой хан соло От мира разработки То можете наделать Бесплатных там репозиторий В приватных уся И, значит В них что-нибудь там Свои проектики делать Ну, вот примерно так Я могу конкретно Искейсы сказать Давай Вот есть несколько Допустим, ты фрилансер У тебя есть несколько клиентов Там 15 штук Для каждого из них Ты написал какой-нибудь Мини-плагин Мини-темку Вордпрессовскую Что-то еще Сейчас Вордпресс С плагином GitHub Updater Позволяет Обновлять Темки и плагины Которые захостины На GitHub Если новой Ты что-то пушнул Заходишь в админку И просто обновляешь Как обычное Обновление плагина Вот Но опять же Это же Ну, это для твоих клиентов То есть это Сенситив информейшн В каком-то смысле Во-первых Ты не хочешь палить Что ты работаешь С красным-белым Например Хотя такое Я бы, если честно Спалил С Ролдом Что ты работаешь Например Потому что плагин Называются Ролдом Виджетс Там что-нибудь И ты просто Делаешь их Приватными Пушишь туда Обновляешь У тебя это лежит Ну В каком-то месте Мы не знаем Где именно Microsoft А, например GitHub Это теперь проект Microsoft Продукт И это на самом деле Тоже как раз Ну, то есть Еще раз показывает Что Они Стремятся К тому Чтобы быть С людьми Быть с разработчиками Повернуться Наконец-то К ним лицом А не жопой И как бы Ну Чтобы все было классно Вот И все И ты просто Это хостишь В приватном Репозитории Никто не знает Что ты Кроме того Что ты Коллабишь В И как бы В React Официальный Репозиторий В какой-нибудь UGS Ты на самом деле По ночам Еще Ролдом Пушишь Новые виджеты Потому что Как бы Они платят тебе В 10 раз больше Чем ты Зарабатываешь На донатах С React Условно говоря Если ты условный Дэн Абрамов Конечно Он тоже у нас Сегодня интегрировался Причем он сказал Пацаны Про меня просто говорите Темку мою Просто мы скажем Чтобы вы Слово Дэн Абрамов Несколько раз повторили Я просто балдею От того что вы меня Просто повторяйте Мое имя Пожалуйста Я вас прошу Кроме этого Короче GitHub Free Это круто Но еще GitHub Enterprise Тут немножко на блоге У них написано Для крутых пацанов Абсолютно Enterprise решение Enterprise сервер Enterprise cloud Какой-то там Есть у них Короче Ты можешь КПО их накатить К себе Можешь у них В облаках Захоститься Ну и все Короче у них Все еще лучше Там работает С помощью специальной GitHub Connect Хреновины Короче И это все По какому-то там Прайсу Тоже Буквально За какие-то копейки Короче GitHub Типа Немножко к народу Стал поближе Со своим этим Microsoft Понятно почему Потому что я напоминаю Когда Microsoft Их подкупили Когда была эта новость Немножко был бум Что Че это Не-не-не Все мы уходим Из GitHub Поэтому тут Немного Если посмотреть На цифры Microsoft Там прям Бум-бум был Бэнк-бэнк Скорее всего Скорее всего И все такое Даун-бэн-бэнк Ладно Поэтому Поэтому Они немножко Пукана расслабили Своими вот этими GitHub Free С другой стороны Может быть кто-то будет Мне интересно Опять же Вот есть у нас В комментариях Хотя бы в премьере Я уж не говорю Там знаешь Оставить Комментарии К подкасту Это же так тяжело Да У нас всего там По 30 комментариев Тяжело Ну хотя бы в премьере Думают такие Да что я буду писать Там затеряется В этих миллиардах Комментариях Как у Дудя Ну конечно вот Нет Ну хотя бы в премьере Напишите Вообще Вы как По GitHub Free Вам интересна Такая тема Вообще Это классно Или не классно Будете пользоваться Или похрен На Rollton Widgets Да уж Rollton Widgets Конечно Да Но я вот Чтобы ты понимал Конкретно я Для таких целей Для Rollton Widgets В Bitbucket Использовал Специально Просто чтобы Ну не палиться Что я работаю С Rolex Ну или так Тут И тут Я бы это делал Теперь наверное На GitHub Я же не терпеть Не могу Bitbucket Atlassian Вот эту всю Хреновину Жиру Жиру Тем более Синие цвета Вот этот плюсик Вот этот русский перевод Когда задачи созданные мной Или задачи созданные мне Там хрен просыш Вообще Что это Кого Поэтому Я их не очень люблю Вот Вообще GitLab One Love Но как бы Если нет GitLab То и GitHub Следующая тема Которую нам Frontender Закинул На сайте Такую тему Вы точно не пропустите Про дизайн Он уже Кликбейтит Если честно Он уже Бейтит На то что На темку Он запрограммировал НЛП сработало полное Наша канцелярия Вмиг пропустила Потому что там Открываешь что-то Крутится еще Все Надо сто пудово брать Две тысячи лет До нашей эры Точнее Два миллиона Мне кажется Ты даже не вникал Что там Короче Там на самом деле Очень длинная Нельзя сказать Что инфографика Скорее просто Очень длинная Тайм-лента Будем говорить Про Историю дизайна Хоть и краткую Ну давай так Чуть-чуть вник Ты уж меня Слишком сильно Не дооценил Но да Хорошо Хорошо Короче Не настолько краткая Насколько вы понимали Потому что Первое Вообще дизайн Истоки дизайна Здесь Вот в этой статье Будем ее так называть Датируются Двухмиллионными Летами Назадами Понимаешь Когда еще Никто Ничего Ничем Ничего Палка Копалка Как мы знаем Когда еще Да Практически Никто не создал Там Никаких людей Еще были обезьяны И доисторические Люди придумывают Создают предметы Которые облегчают Укрушают их Повседневную жизнь И Здесь Действительно Рассматривается Даже дизайн Не в плане того Что Ну Как вы подумали Два миллиона лет Айфоны делали Нет Там Имеется ввиду Дизайн В таком плане Что В плане создания В плане Улучшения Вообще Жизни своей Каких-то Усовершенствования Предметов Каких-то Быта Короче Это все дизайн Соответственно Два миллиона лет назад Вот эти вот Палки-копалки А именно Здесь просто Куски Какие-то Каменные орудия Эпохи Палеолита Это уже был дизайн Два миллиона лет назад Чуваки Сделали себе Хреновину Которой проще Было отбивать Что-нибудь Там Я не знаю Черепа Возможно Отбивать кому-нибудь Как вариант Или охотиться Пойдем дальше После двух миллионов лет Тут немножко Скакнули Чуть-чуть Скакнули Десять тысяч лет До нашей эры Там Месопотамия Не сильно изменился Дизайн Не сильно Не сильно изменился Все, кто сейчас В пятом классе Историю изучают Вот вам Месопотамия Я думаю, что это У вас Как раз интересная Самая сейчас темка И Короче Там были вот такие Вот вазы уже К тому времени И эти винные карасы Как они здесь называются Они просто Помогали людям Реально, например Просто хранить Что-нибудь там Внутри Переносить Какие-нибудь Напитки Возможно Воду Возможно Еще что-нибудь Люди хранили урожай Готовили пищу В таких хреновинах Это прям дизайн Дизайн Дальше Рождение Массового производства Рождение Массового производства Это все еще До нашей эры 12 век И первый век До нашей эры Примерно Такой период Когда Уже Ну Римская империя Все такое Доспехи Уже Войны И там уже Серьезные вещи Такие вещи Как Рычаг Например Супер крутая вещь Железный плуг Лук Порох Катапульта Все еще пользуюсь Этими вещами До сих пор Рычаг Плуг Лук Порох Катапульта Магнитный компас И другое Тогда уже Ну представляешь Вот в то время Насколько Насколько было много Уже всякого Дизайна Задизайнена На самом деле Я уж не говорю про Как римские легионеры Вот тут одеваются На фоточки Тут вообще Дизайн Дизайнович Тут же надо было придумать Где у них что Забито Где какие заклепочки Чтоб красиво было Да как бы Я думаю Там в основном Конечно не для красоты А это все реально Какие-то Ну удобства Несло И плюс удобства Но еще и красиво Я как бы Каждый раз Вот смотришь Какие-нибудь Допустим По дисковери По такому каналу Смотришь Да вот такие вот Какие-нибудь Исторические передачи Там всегда красиво У них все Я понимаю Что там-то Реконструкция сделана Чтоб красиво было Но они все равно Повторяют Хоть как-то Повторяют Чуть-чуть Как было Ну нет Это их работа Реконструировать Все-таки именно Так как было А не так Как им нравится Это тебе не фильм Астерикс Обеликс Против Цезаря Это все-таки Ну Типа Биг Дил Хотя вот опять же Вот на переднем плане Чувак с усами У него Вот эти вот Ручки На наплечниках Которые как дверные Чтобы стучать С львом Вот здесь конечно Мой тезис О том Что это все Какой-то Практический смысл Несет Разбивается Прям вот Об его же доспехи Потому что я не могу Ума приложить Нахрена Это надо Не ну ты ржешь А может быть Он туда подвешивал Руки Отрубленные Какие-нибудь Кстати А подвешивание Посмотри У него как будто бы На шее член висит Ну то есть Ну реально Посмотри Это что это Я вижу И это он и висит Собственно Мне кажется Это бан подкаста В данный момент Это гальский член какой-то Но отрезанный От гальцев Каких-нибудь Опять же Как мы видим Гальцы не очень По размерам Не отличались Как-то да Внушительно Ну да Здесь Пойдем дальше Здесь естественно Китай Конечно же Ваза Опять же Здесь много всего Очень большое количество Всякого Дизайна различного Было в Китае Это естественно Дальше пойдем К дизайну Тут уже конечно Не так красиво Как у римлян Зато скорее всего Практично Зато практично Скорее всего Да практично Дизайн и ремесла Средневековья Пятый Шестнадцатый Пятый-четырнадцатый век Простите Пятый-четырнадцатый век Это уже наша эра Это уже Ну Опять же Все возможные Металлы Которые использовались Уже новые Для того Чтобы там Выплавка Всякое там Кование Различное Ковка Кование Простите Кто вдруг Сейчас очень умный Нас слушает Поржет Конечно Над моим знанием В принципе Исторической хреновью На этой всей А ты думаешь Ковали только В исторические времена Сейчас уже Никто не кует Да Сейчас только Ковка у всех уже Ты думаешь Что Ты думаешь Что куют Все-таки Ну Куйте Тогда Короче говоря Здесь Изображены Разные утвари Которые тут уже И посвечники делали И что только Не было Здесь уже Прямо Практически Не так давно Это было Не так давно Это было И многие Знаешь Вещи Они сейчас Просто Преобразились В что-то новое Из новых материалов Но все еще Остались Такими же Тарелками Блюдцами И так далее Просто Сделаны Из керамики Из пластика Тут кстати написано Что много чего Упростилось Именно потому Что уже Более массовое Было производство Из-за этого Немножечко Формы стали Простыми Но от этого Как бы все равно Не перестали быть Достаточно практичными И да То есть это прям И за качеством Тогда тоже следили В основном Всякие Профессиональные Гильдии Потому что Ну их имя Было Так скажем На кону Да 15-17 века Это Позднее Средневековье Как бы После Средневековья Уже дальше Ренессанс И вот это все Это дальше пойдет Но Видимо всех Задолбало Ну я так предполагаю Опять же Историки меня поправят Всех видимо Задолбало Эта тема В искусстве И в дизайне В том числе Которая направлена На веру На религию Потому что Ну сам понимаешь Крестовые походы Это все В прошлом Нужна была Новая мода какая-то И в 15-17 веке Пацаны-то Умные появились Типа таких как Леонардо да Винчи У них уже была тема Знаешь Такая научная Более И поэтому Соответственно И все вот эти Довинческие Изобретения Которые есть Тоже Как элементы дизайна И как бы Символы Этой эпохи Они все Здесь тоже есть Соответственно Здесь мне нравится 1440 год Иоганн Гутенберг Я подумал Я подумал Что Вордпресс Уже 1440 года Гутенберг Имеет Они его с тех пор Создают И вот только сделали Наконец-то Печатный станок Создают Между прочим Я думаю В его честь Конечно Ну да Ну печатный станок Как вы понимаете Это великое изобретение Как бы мы не ржали С вами С айфонами сидим Это Возможно Это первый шажок К компьютеру Первый шажок Да в принципе Первый шажок К развитию К егепечатанию Егепечатанию Не знаю Дальше 17 17-18 Типа Хотя Ну тут видно Тут натуре Ренессанс уже полный Тут уже барокко И рококо Очень Все вычурно Очень все стало В стиле В таком знаешь Царском Везде В стиле таком Королевском Я бы даже сказал Вот тогда Это был Весь дизайн был такой Было все резное Все выпиленное Все ручная работа Здесь мы видим Вот стулья например Хочется прям их вскрыть И оттуда 12 стульев Вот этих вскрыть Да И да Неоклассик Это в тот момент Называлось И все как раз На Древнюю Грецию И Рим Оглядывались И говорили о том Что блин Классные пропорции Сейчас бы вот еще Чуть модернистскую форму И будет вообще красотень Не очень Я люблю сам тоже Неоклассицизм Но как бы Имеет место Почему бы и не Да Причем Вот кстати говоря Так вот если вдуматься То на самом деле Дизайн вот той эпохи Когда было все Барокко и рококо И вензеля везде Это все еще Как бы признак богатства Я считаю То есть Грубо говоря Люди Которые хотят Допустим Себе сделать Вот Какой-то интерьер Например В богатом стиле Просто делают Барокко и рококо Вот это вот все Да Лепнину И соответственно Выглядит богато Просто Просто это символ Такого Знаешь Достатка Ну я понимаю Вот этот дизайн И не могу не согласиться Да Это действительно так Вот Но выглядит все равно так Уже Ну не очень современно Ну не очень современно Я бы сказал выглядит Да Промышленная Я думаю с практичности Тоже есть вопросы По эргономике Таких стульев Там и так далее Там может в косточку упирается Прямо вот эта вот Лилия Кстати возможно Ну не до этого Совсем Уже как бы ты На вот этой вот подушечке Уже так потеет задница Что вот уже оно Ну нет Что уже не до вееров Не с дамами Да Уже не с барышнями На таких сиденьях Уже просто ну реально Конечно Вонять так начинает Как просто в подвороте Промышленная революция Очень классный Период 18-19 века Такой Прагматичный Период Я бы сказал Там прям вот Делали то Что Знаешь То что Ускоряло эпоху Я бы сказал То есть делали такие Всякие Хреновины Всякие станки Фрезерные Токарные То есть В тот момент Хотелось просто Производить И мир Весь был вот Ну мир Цивилизованный мир Естественно Был Вот в этом вот Ритме В очень быстром Ритме промышленности То есть Заводы Строились Блин Делали все максимально Шили Ткали там Я не знаю Что делали Производили В общем Тот самый заводской Такой период Промышленной революции Это короче Очень Такой Прагматичный Да Период Как я и сказал Здесь мы видим Опять же Всякие Различные Станки 19 век Это эпоха Изобретательства В США Тут почему-то Именно США Выделяется И здесь Изобретали Различные Девайсы Например Вот есть Швейная машинка Зингер 99 модели 1851 года Не совсем Я так понимаю Это к США Относят Наверное Все-таки Немцы Если честно Я опять же Не знаю Вот Печатная машинка Рейминг Может он эмигрировал В США И только там Раскрылся Как работник Да Фотокамера Кодек Например Уже тысячи Исаак Насколько я вижу Тем более Немцы Да Значит Короче говоря В 19 веке Уже супер Изобретения Начались То есть Это практически Как айфоны Новые Только швейные Машинки Я думаю Что люди Тоже Следили За такими Вот выходами Изобретения Возможно Сам Зингер Выходил И говорил А мы пошли дальше Мы сделали Швейную машинку 99 модели Вместо 98 Все-таки Нихрена У нее Новая Иголка Которая Вместе Там С какой-нибудь Крутящей Штукой Там Забивает Классно Зингер Это Бостон Массачусетс А основатель Айзек Зингер Ну вот Американские Я и говорю Те США Немцы Немцы А также Бытовой Двигатель Мебель И другой Продукции Что только Не делали Ну вот Время перемен Вторая половина 19 века Как вы понимаете Первая половина 19 века Точнее Нет 19 век Нормально Там Все хорошо Было Это про 20 век Можно сказать Что там Все плохо Было А вот 19 век Тут Дизайн Тоже Пёр Здесь Здесь Есть вот 1894 1890 1914 Года Соответственно Тут Не сильно Много Мне есть Что сказать На самом деле Потому что Дальше Это похвально Что они решили Что как бы Ну да Промышленная революция Промышленная революция Но эстетика Она как бы Тоже должна быть И вот это Пограничное состояние Это на самом деле Мы видим здесь Классическую синусоиду Грубо говоря Когда То Одна крайность То другая И вот они так Сменяются Друг другом Туда сюда Да Перед Как раз Практически Перед войной То есть Видимо Это тоже Опять же Какой-то Виток спирали Я не знаю Как раз Видимо Перед войной Был Именно уже Супер излишество Как я понимаю Вот например Фасад И Фасад и дома Батло Каса Батло Барселона Гауди Собственно Замутил Такую хреновину Это уже Знаешь Такой признак Того Что Дизайн Он как бы Достиг Своей точки Вот этого Вот Именно Эксперимент Какой-то Очень Экспериментный Дизайн Начался То есть Они Понимаешь Уже стали Не то чтобы Зажрались Но стали Сильно Экспериментировать Потому что Уже Все уже Сделано Все классно Давайте просто Делать Очень красиво Или Делать не так Как у других На самом деле Насчет очень красиво Ты бы поспорил Да Но Каждый сам смотрит Мне кажется Они еще с наркотиками Как раз начали Экспериментировать В начале 20 века И вот Мы видим Все эти проявления Собственно На фасадах На фасадах В Барселоне Дальше естественно Военные всякие штуки Начинаются То есть Первая мировая Вторая мировая Соответственно Это тоже Отражается Все в дизайне И Немного Застой Происходит И опять же Здесь Новый виток Который Уже Ну вот Тут на самом деле Во второй части Это описано Я вторую часть Не смотрел Но просто Короче Суть в том Что Почти здесь есть Вторая часть А она будет В марте 2019 Поэтому я ее Не смотрел Но суть в том Что Короче Дальше Я просто понимаю Что Война И снова промышленная Хреновина Опять надо было Перегонять Обгонять Догонять И так далее То есть опять Вот это Ну я говорю Здесь прям А потом холодная война Снова увеличивать Улучшать Ухренать И вот дизайн Он постоянно Вот так вот Ну собственно Вот такая история Краткая история Дизайна Тебе какой вот Период Западает в душу Вот вообще Вот какой тебе нравится Реально Период вот дизайна Конкретно Как Эстету Или как Историку дизайна Какой период Максимальный толчок Дал Или что Я бы сказал Нет Скорее наоборот Как эстету То есть мне не важно Насколько Там знаешь Это круче Там лучше Понятно Сейчас можно называть Просто промышленную революцию Там или еще что-нибудь Не А именно вот Балдеешь Вот Вот если бы игра была Сделана Вот в этом сеттинге А? Блин Ну сеттинг Это немного Ну блин Если сеттинг То наверное Стимпанк Да Когда вот Эпоха изобретательства В США То есть начало 19 века Но если Говорить То есть это если Говорить про игру То есть в этом мире Наверное интересно было бы Потому что реально Много инноваций Много чего-то нового И это Ну это завораживает Это приковывает взгляд Вот Но если именно эстетически То вторая половина 19 века Когда ромбовидный чайник И прочие вот эти штуки Когда Мы вроде все еще делаем Ну как бы Промышленно Много Но уже красиво А вот это Мне вот Пожалуй Ближе Так сказать Все-таки Чем Именно просто Там То что все Стало Стимпанковое Что паровые машины Наконец-то там Железо и сталь Стало лучшего качества Ну насрать А то что Оно при этом Начинает выглядеть Эстетично Второй половине 19 века Вот это Действительно круто Мне знаешь Что нравится Ну в принципе Там все Классные периоды Даже палка-копалка Месопотами Это 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 Президительских Симпатий Все еще на этом Уровне развития Находится Я хочу выделить Знаешь Да Я знаешь Что я хочу выделить Мне нравится Прикольная Вот эта Довинчевская тема То есть Практически Хотел сказать По Дэну Абраму По Дэну Брауну Или по кому Там вот эта тема Про Слушай Это вообще Я возможно Я вообще Я не туда Возможно наткнул И там же было Что-то про это Вот у него В книгах Его произведение Все Все Сорян Да Вот Это классная Просто эпоха Потому что Еще знаешь Типа Мир все еще Немножко Слепой Я имею ввиду Крестовые походы И всякое такое Да Ну в смысле В плане того что Еще никаких изобретений Вроде нет И вот они только рождаются И это супер сенсации Хотя люди еще не понимают Наверное Насколько это сенсации Короче Ну вот дожди То есть Ты считаешь Что Леонардо Дович Это большая сенсация Чем паровая машина Ватта Уже знаешь Именно Это Это разное Это вот А еще Да Еще Вторая Мне нравится Это наоборот Начало 19 века Когда 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 именно Супер Заводы Пароходы И хочется Именно Знаешь Опять же Какой-нибудь Какой-нибудь Такой Знаешь Супер Промышленный район Какой-нибудь Ирландии Да Где Короче Чисто чуваки Каждый день Работают И просто В трактиве Пьют И обсуждают Как они новые детали Выточили Опять же Вот Тоже вот Такая тема Это классно Ну да Это то О чем я и сказал Сеттинг Для игры Был бы прикольный А именно Эстетически Ну хотя Эстетически Ну опять же Мы высказали Наше мнение Тут дальше уже Подписчики Так сказать Будут судить Писать в комментариях Им как что Вот А мы сейчас Пойдем дальше Там у нас Супербольшой Разработческий блок Вот Кстати да Да И его предваряет Как обычно Наш основной спонсор Я думаю Надо попу Всем сжать Потому что Сейчас жестко будет Ну Тут Не только Их сжать Тут Мне кажется Надо еще Просто там Стиснуть зубы Как-то Но Выпить Ферменты Потому что Такое Как бы Сложно Переваривать И вообще Такое лучше Не переваривать Такое лучше Употреблять Так сказать В чистом виде И оно Оно выйдет Потом Так же Как зашло Короче говоря Хостинг провайдер SmartApe Наши главные Партнеры Наши главные Спонсоры Они предлагают Бесконечное Количество Вообще Разных решений Каких-то Вот Но вместо того Чтобы сегодня Опять Рассказывать о том Что у них есть Новая Ну не такая Уж новая Услуга Сверх быстрых ВПС хостингов На NVMe И SSD Я расскажу о том Что вообще У них есть Еще и самое Так сказать Доступное Решение Это безлимитный Хостинг 2.0 Почему 2.0 Потому что Наконец-то Он перестал тупить Наконец-то Там все очень классно Быстро отвечает Поддержка Бесплатно Переносят сайты И так далее И тому подобное Я имею ввиду Для тех Кто переходит На SmartApe Ребята Реально перенесут Ваши сайты С другого хостинга Сделают это Абсолютно Бесплатно И вы уже на все Готовенькое Придете И все Кстати я проверял Это реально работает Они так делают Вот Я к чему К тому что Нам вот в комментариях На ВК написали Подождите Подождите Чуваки То есть вы хотите Сказать Что если оплатить Сразу наперед За год То хостинг Видит всего 35 долларов В год Вот Я проверяю На калькуляторе Так и есть И на самом деле Свои счеты достал Кибербанковые Нет Я даже Древнегреческий Еще из тех Периодов Когда Архимед Еще в ванной сидел Видел Что как бы Ну поднимается Так сказать Объем Высчитывал Объем жидкости Путем погружения Объем Точнее тела Путем погружения В жидкость Вот так же я Счеты Вот оттуда же Достал Из-под ванной Проверю Действительно 35 баксов И ну потом Головой просто подумал И это действительно Мало То есть это Ну год Безлимитного Хостинга Я бы сказал Это Да это просто Ну типа 35 баксов Это реально завтра Это просто завтраков Накопить При условиях Цен В 10 долларов В месяц На каких-то Зарубежных Площадках Здесь Это любое Количество сайтов Любое количество Баз данных Неограниченное Пространство ССДшки На секундочку Это не на Жестких дисках Две недели Бесплатный Период Автоустановка СМС Бесплатные Сертификаты От Let's Encrypt Практически Гитхаб фри Только Смарт эйп фри Только еще Да Это Ну это даром Это реально Даром Поэтому Я считаю Что Вы должны Все брать Ноги в руки Переходить По ссылке В описании Она кстати Реферальная Поэтому Это тоже Один из способов Так сказать Нам помочь Точнее Один из способов Один из способов Для вас Помочь нам Вот так я скажу Так знаешь Как в наперстке Сказал Вроде никто Ничего не понял А на самом деле Как бы Мы в плюсе В общем да Пожалуйста Если вы хотите Попробовать этот хостинг Сделайте это По ссылке В описании И насладитесь Потому что Блин Это реально Аутстендинг Полный Как в ролике JS То там Именно Малоизвестные Факты Джаваскрипта Habra.com Бла-бла-бла Это кстати Перевод Как вводится Перевод Статей С медиума По поводу Того Что Малоизвестные Возможности Джаваскрипта Мы их Как-то Более Прикольно Назвали Хитрые Или как Мы там Сказали В громких Темах Да Хитрые Возможности Джаваскрипт На самом деле Я не знаю Насколько Они очень хитрые Но они Действительно Малоизвестные То есть Если говорить о том Что Хитрые Возможности Хитрые Это там Какие-то Замыкания Скорее Синк Эвейт Вот Но они Стопудово Не малоизвестные То есть Они такие Достаточно Широко известные А есть еще и Малоизвестные Вот Ну и тут Нам опять же Говорят Что Во вступлении Что Джаваскрипт На самом деле Хоть его и принято Считать Каким-то там Беспонтовым Ну несмотря на то Что он дико популярен Это и так все знают С точки зрения Именно программирования Есть у него Какие-то огрехи Да Будем откровенны Вот Но эти огрехи Это скорее Просто именно Исторически Потому что Так-то он Действительно Старый язык Вот И как любое Что-то старое Оно Ну с багажом Так скажем То есть Есть у него Чем нас удивить Ну и давайте Перейдем непосредственно К примерам Конкретным Например Оператор void Который означает Что что-то надо Выполнить Он кстати Унарный То есть У него Void Что-то еще И все То есть Ну как бы Бинарный оператор Это который Д2 Принимает Так сказать Составляющие Там Че-то плюс Че-то И так далее Это унарный Одно составляющее И его выполняет Так вот Оператор void Что бы вы в него Не передали Хоть после него Просто через пробельщик Хоть в скобочках Как атрибут Неважно Он вернет Undefined Для чего Вообще В джава скрипте Казалось бы Нужен оператор Который возвращает Undefined Если Вы можете Этот undefined Просто указать Вот На самом деле До появления Стандарта ECMAScript 5 Undefined Можно было присвоить Любое другое дерьмо Просто написав Undefined Равно ABC И соответственно У вас сломалась Вся логика Потому что Undefined Уже становился Чем-то другим А если вы Именно делаете Void 0 Ну и кстати Да Чаще всего Можно встретить Именно Void 0 Но это Не более чем Просто так сказать Договоренность То есть 0 Просто так Принято Использовать По факту Void ABC Тоже вернет Undefined Так же Как и Void 0 Так вот Если бы Ну то есть Раньше Можно было Переназначить Undefined До ECMAScript 5 Для того Чтобы получить Именно чистейший Undefined Классный Как раз И Делали Void 0 То есть Вот В таком духе Сейчас уже Мало используется Вообще На самом деле Заголовок Опять же В предисловии К статье было Эти вещи Они не столько Так скажем Здесь нужны Для того Чтобы мы Ими реально Пользовались Пошли Послезавтра Переписали Весь свой код Свой 0 Нет Сколько для того Чтобы если вы Это встретили Где-то в коде То вы не растерялись А знали Что это такое Для чего Это Ну и Какой собственно Результат Выполнения Такого кода Будет Переведу Дыхание На одном дыхании Говоришь Запыхался Чутарик Скобки При вызове Конструкторов Не обязательно Ну все мы знаем Что Можно объект Экземпляр Даты Вызвать Date Равно New Date И скобочки На самом деле Это не обязательно Это никак не влияет На правильность работы Программы Просто ну Принято так делать Со скобочками Хотя опять же Может быть в каких-то Командах и не принято Можно их не делать То есть Если вы увидите Что Кто-то вызывает Конструктор Без скобок Это не ошибка Это просто Он так думает Так делает Потом дальше Скобки При работе С IIFE Можно не использовать IIFE Это Immediately Invoked Function Expressions Это короче говоря Анонимные функции Лямбда функции Которые мы Нет Анонимные функции Которые мы сразу же и вызываем Ну например Так принято было Именно JQuery Код выполнять Вместо Document Ready Описываешь функцию Заключаешь ее в скобки И сразу же ее вызываешь То есть Вот здесь есть пример Зрители посмотрите Слушатели просто представьте Вы В скобки берете Все Весь Function Декларейшн То есть Слово Function Скобочки И кудрявые скобки С телом Функции Заключаете его в скобки И после него еще одни Деваете скобки Типа сразу ее вызвать Это Ну как бы Вот так это принято писать Но на самом деле Можно с помощью Воида Опять же Вызывать Писать void Потом functions Круглые скобочки Кудрявые скобочки И просто сразу Одни круглые скобочки То есть Предыдущие Которыми Вы Всю функцию Вокруг Окружаете Их можно не писать Если вы добавляете Void Или любой другой Нарный оператор Почему? Потому что Следующий код Просто воспринимается Именно Как функциональное выражение И поэтому Можно его сразу выполнить Потому что По умолчанию Если вы Void Не сделаете То Ну будет Syntax Error Написан Потому что Функцию Вы объявили Но она не является Функциональным выражением Она является просто Объектом Вы не можете его выполнить А если вы подставляете Например Void Это становится Функциональным выражением Можете его сразу выполнить И это более читабельно Например Вот То есть Ну опять же Здесь есть ссылки Для тех Кто не знает Что такое Immediately invoked Function expressions Хотя Я думаю Мне кажется Я сразу это Описал То есть Это функция У которой вы Вы у нее не делаете Имя Вы ее описываете Сразу вызываете И все И она перестает существовать То есть Остается только Результат ее выполнения Будь это какой-нибудь Return Или непосредственно Какие-то действия Которые она Производит Следующая Мало известная Возможность Джаваскрипта Это конструкция With Конструкция With Она поддерживает Блоки выражения То есть With В скобки Передаем Какой-то объект И потом В кудрявых Скобках Стейтменты Которые нужно Выполнить И она По порядку Их выполняет На самом-то деле Примерно Но нет Она берет И Вот есть у нас Объект Person У него есть Три свойства FirstName LastName Age Неважно Какие они Строкам Равны Числам Другим Вложенным Объектам Мы примерно Как в деструкторизации Если делаем With Person Внутри Можем уже Использовать Только Properties Только FirstName LastName И Age Без Dot notation То есть Не писать Person.firstName А сразу Обращаться К firstName На самом деле Ну как бы Действительно Это типа Деструктуризации Еще до того Как деструктуризация Была введена В ECMAScript 6 Вот Но на самом деле Она признана устаревшей Пользоваться ей не рекомендуется Потому что Даже в strict режиме Который Use strict Если вы пишете Ее запрещено использовать Потому что Она вызывает проблемы С производительностью И безопасностью Тут кстати Даже особо Не написали Какие именно Но видимо Вот да Так Значит Дальше у нас идет Конструктор Function Function С большой буквы Обратите внимание Наши Слушатели Потому что Зрители Вы видите То что написано Каноническим Так сказать Миссионерским Способом Объявить функцию Является Ключевое слово Function С маленькой буквы То есть Просто пишите Function Название Кудрявые скобки С атрибутами И потом Тело функции Но это не единственный Способ Эту функцию Определить Вы можете Через конструктор Function С большой буквы Так же Определить Написать Например Const Multiplier Равно New function С большой буквы И в скобках Передать Первые Ну собственно Первые несколько Параметров Это будут Именно аргументы Например X Y Z Не важно Причем В Одинарных Скобочках Как будто бы Это именно Ну типа Строки А третий Параметр Это непосредственно Функции Опять же В строковом виде Например Return X умножить на Y И соответственно Когда вы потом Вызываете Multiply От 2 Запятая 3 Одно от двух Аргументов Вам возвращается 6 Это достаточно Туповато Так использовать Потому что Ну большие функции Как-то неадекватно Будут восприниматься В таком виде Написания Но Как бы Если вдруг Вы что-то подобное Встретите Вы просто знаете Что это классическая Функция И все И ничего другого Ну кстати Интересно отметить Что Constructor Function С большой буквы Является родителем Всех конструкторов JavaScript И даже Конструктор Object с большой буквы Это конструктор Function На самом деле Соответственно Собственный конструктор Function Это тоже Function Поэтому В результате Вызов вида Object.constructor.constructor В каком-то В какой-то итерации Приведет к тому Что вы вызовете В итоге Function Даже если Это будет Супер вложенный Объект 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 В итоге Родительским Будет Именно Конструктор Function Опять Отдыхиваюсь Нормально Нормально Пока идет Хорошо Вообще На одном Дыхании Я бы сказал Знаешь Это Такой Близ JavaScript Криптоносор Сделал Я сейчас Короче Когда Все Встали Со стола Я один Отвечаю На супер Близ И запыхиваюсь По 20 секунд Короче И ты должен Господин Господин Ведущий Ты должен Мне говорить Я причем Должен Именно Просить Тебя повторить И ты это Долго говорил Говорил Я вот так Тишина Тишина Это ваш ответ Александр Ну вот Я должен Попросить Повторить Но не для того Чтобы повторить А для того Чтобы еще Там 15 секунд Подумать Пока повторять И именно Все такие Ни хрена Он очень много Сказал Чего У всех Под Они думают Он правильно ответил Нет Просто Это весь ответ И причем Когда он Спрашивает Ну типа Ну да Весь ответ Сомневающимся Как бы Золоток Говорит И потом Ведущий такой Это правильный ответ Знаешь Все таки Ни хрена Он там просто Говорит Час Короче Какой-то хрени Вот И оказалось Что-то правильное Дерьмо Но с тобой Если что Саня С тобой играет Дэн Абрамов Из Америки Вопрос Нет С самим Терезери Я понял Да Так вот Ладно Свойство функции Это еще одна Редко используемая Вещь Можно у самой функции Допустим Написать Function Grid Написать Внутри Там Проверку If Grid Локали Точка Локали Например Ну то есть Представить Что функция Это объект Тем более Что функция Это реальный объект И у нее Есть какие-то Свойства И соответственно Внутри Самой функции Проверять Если у этой Функции Свойство Такое-то Равно Ну например Фр Если Grid Точка Локали Равно Фр То Консоль Логнуть Бонжур Если ЕС Ну типа Испанский То Хола Ну и соответственно В остальных Случаах Hello И потом Мы вызываем Просто Grid Hello Потом Делаем Grid Точка Локали Равно Фр Присываем Один раз Функции И С этого Момента Grid Будет Выводить Бонжур То есть Опять же Ну как бы Вместо Атрибутов Что ли Но если Атрибуты Мы каждый Раз Должны Указывать То Свойства Функции Достаточно Определить Один раз И она С этого Момента Будет Такая Кстати Опять же Это Мне Напоминает Немного Паттерны Как раз Современных Фреймворков Типа Опять же React View То есть Здесь есть Какой-то Store У этой Функции Так же Как у Экземпляра View И мы Там В этих Параметрах Храним Эту Хреновину Ну и Соответственно Оно В зависимости От того Чем Мы там Храним Мы можем Менять Результат Выполнения Самой Функции Другое Дело Что Здесь Это будет Не очень Реактивно То есть Нам Каждый Раз Надо Будет Ее Перевызывать Но Это Уже Так Здесь Просто Ассоциация Которая У меня Возникла Функции С Статическими Переменными А Но Тут Собственно То же Самое То есть Мы Можем Counter Хранить В самой Функции И Соответственно Выводить То Что Ну То есть Мы Можем Генерировать Новый Номер Каждый Раз Функция Generate Number Которая Зависит От Counter Который У Этой Функции Хранится Сколько Бо Мы Раз Ее Не Вызывали Оно Будет Увеличивать На 1 Потому Что Counter На Сам Дальше Хранится В самой Функции Но Мы Его Можем В Скоуп Самой Функции Как Не Трудно Догадаться В стрелочных Функциях Его Нет Потому Что Скоуп Стрелочной Функции Равен Скоуп Внешнему Он Ну Как бы У него Нет Своего Скоупа Когда Мы Ее Именно Определяем Поэтому Внутри Стрелочной Функции Нет Аргумент Объекта Хотел Сказать Массива Но Не Собьюсь Хотя Опять Массив Это Тоже Объект В Живоскрипте Как я вас Подловил Так вот В Фанкшене Внутри Есть Аргумент И Кроме Всяких Классических А и Б Которые Мы Передали Которые Сели На Трубе Там Есть Еще Два Таких Свойства Колли Это Ссылка На Текущую Функцию Типа Чем Мы Вызываем И Color Ну В смысле По-английски Color Это Ссылка На Функцию Которые Вызывает Текущую То есть Мы Можем Просто Название Функции Получать Из Которые Мы Вызвали И Чем Мы Вызвали Стандарт ECMAScript 5 Кстати Запрещает Использование Тех Свои Строгом Режиме Но Они Все Широко Встречаются У многих Скомпилированных JavaScript Текстных Программ Например В библиотеках Ну То есть Повторюсь Эта Статья Она Не для Для того Чтобы Вы Пошли И Это Делали А Для Того Чтобы Если Вдруг Вы Это Увидели То Вы Знали Что Это Вот Не Будут Здесь Все Остальные Дальше Использовать Рассказывать Потому что Некоторые Просто Это Бред Бредовый Вот Ну Например Getter Resetter Стандарте ECMAScript 5 Это Было Интересно То есть Что Такое Getter Resetter Внутри Объектов Это Getter Это Как будто Вычисляемые Свойства То есть Это Как Компьютед В В В В То есть У нас Есть Объект User У него Есть Свойства First Name И Last Name Есть Внутри Getter Full Name И Full Name На самом Деле Просто Именно Ну Как бы Конкатинирует First Name И Last Name Выводит Соответственно Имя Фамилию Сразу Все То есть Getter Это Штука Которая Вычисляется В зависимости От Значений Других Свойств И Соответственно Если Мы Внутри Объекта User Изменим Имя Либо First Name Либо Last Name То Когда Мы Вызываем Full Name Смотрим Свойства Оно Пересчитается И Будет Другое Это Действительно Удобно И Повторюсь Напоминает Опять же Такие Паттерны Которые Уже Используются В других Фреймворках Что Касается Сеттера Это Функция Которая Просто Проверяет То есть Если Мы Вдруг Присваиваем Допустим Пишем Сеттер Age Кстати Если Мы Пишем Сеттер То Нужно И Геттер Написать Чтобы Вернуть Как бы Ну Какое Это Значение Потому Что Иначе Ну Куда Ты Сеттишь Если Ты Это Не Гетнешь Потом Вот Так Вот Я Объясню Так Сказать Даже Практически Уже Философски Я Да Я все еще Как Архимед Который В ванной Лежит И Измеряет Объем Вытесненной Жидкости Чтобы Понять Объем Тела Главное Чтобы Не Как Архимон Он Да Он Тоже Вытеснял Нормально Так Так Вот Делаем Set Age И По факту Делаем Проверку То есть Мы Передаем Туда Value Это То Чем Мы Пытаемся Присвоить В свойство Age И А если Это Число То Тогда Присваиваем This Age Причем С нижним Подчеркиваем Из-за того Что это Getter И Setter Number Value То есть Именно Переводим Это В тип Число Даже Если Мы В строке Перевели 29 Переводим В тип Число И все Нормально А если Это Не Число То Выводим Ошибку Что Has To Be A Number Ну И Соответственно Нужно Написать Getter Для При вызове Age Возвращалось This Нижнее Подчеркивание Age И все Это Это круто Оно Не относится К новшествам В Ecoscript 5 Они всегда Присутствовали В языке Кстати Просто В Ecoscript 5 Добавлены Удобные Синтатистические Средства Для работы С ними Чтобы Вот так Get Set Писать Я так понимаю Раньше Нужно было По-другому Писать Так Что дальше Дальше Оператор Запятая Это интересно Кстати Через запятую Можно выводить Несколько Все Будут Выполнены Но Return Будет Только Результат Последний Ну то есть Допустим Мы Делаем Return Counter Плюс Плюс Запятая Консоль Лог Запятая Каунтер И соответственно И Каунтер Плюс Плюс Ница И Консоль Ница Но Ретер Ница Только Каунтер Последний Ну Лучше И не Скажешь Все Выполняются Выражения Но Только Последняя Возвращается Это Действительно Круто Это Очень Хороший Такой Синтаксический Сахарок Вот Поэтому Можете Даже Щегольнуть Перед Своей Командой Когда Будете Такой Использоваться Просто Че Это Че Это А Вы Просто Скажете Идите И послушайте Ивык Дизайн Они Вам Расскажут Че Это Это Я Опять Отдыхиваюсь Как Вы Догадались Оператор Плюс Любая Хреновина Которая Превращает Строку В число Даже Если Внутри Строки Восьмеричная Или Шестнадцатеричная Ставишь Плюс Унарный Оператор Соответственно Потом Скобку Строку Точнее В одинарных Кавычках И Все Возвращается Непосредственно Число Даже Если Делаешь Плюсик И Потом Строку 0 XFF То есть В шестнадцатеричном 255 Он Вернет 255 Это Хороший Унарный Оператор Для того Чтобы Именно Перевести Какую-нибудь Хрень В число Кстати Говоря Если Мы Передадим Строку Который Числом Не Является Вернется Ноты Number Естественно None Двойной Восклицательный Знак Сам Часто Использую Это Просто На самом деле Это Естественно Не Оператор Двойной Восклицательный Знак Это Просто Два Оператора Не Подряд Но Если Мы Его Так Делаем Два Оператора Не Мы Просто Переводим Результат Того Чем Мы Хотим Перевести В Логическое То есть Либо True Либо False Всегда Вводим И Соответственно Два Восклицательного Знака Не Не Готов Отвести Это Сейчас Уже Это Вопросик Из Джиоскриптовых Собеседований Потому что Nota Number Это Может быть Все-таки True Потому что Это Все-равно Tip Number Хоть Это И None Значение Но Типа Tip Number Кстати Мы Можем Прям В Прямом Эфире В Консоли Посмотреть Так None Нет None Это Все-таки False Ну И Соответственно Undefined Да Тоже False Как Я И Говорил Короче Говоря Это Прикольная Штука Я Очень Часто Использую Именно Как Return То есть У меня Есть Какое-то Компьютедное Значение Которое В зависимости От Какого-то Любого Значения Мне Возвращает Трушное Но Или False Для Того Чтобы Мне Не Девать Этого В Нескольких Местах Я Это Один Раз Вычисляю И Потом Уже Использую Там Или В Шаблонах Где-то Или Еще Оператор Побитого Отрицания Кстати Часто Видел Такое В Сурсах Так Сказать В Legacy Коде Это Штука Которая Сама По Себе Мало Используется Никому Нахрен Не Важно До Побитого Отрицания Операторов И так Далее Это Просто Анекдот Но Но Если Мы Делаем Побитого Отрицания Точка Index Of И Какую Нибудь Хреновину Для Строки То Мы Можем Узнать Находится Этот Элемент В строке Или Нет Условно У нас Есть Строка Nathan Drake Мы Делаем Побитого Отрицания Того Что Есть Index Один Значит Нет Если Выводится Другое Что-то То Значит Есть Сто раз Это Видел Как Использовали Но Сам Использую Includes Потому Что Vecma Script 6 Он Появился И Он Намного Более Читабельный Чем Вот Это Побитого Отрицания Index Of Я вообще Первый раз Увидел Я Тупил Я даже Не знал Как Это Гуглануть Вот Потому Что Ну Как Название Переменной Я если загуглю Конечно Мне это Не поможет Поэтому Я Какими-то Окольными Путями Через Index Of Понял Что Это Такое Вот И Да Я Причем Кстати Задал Этот вопрос Коллеге Который Этот код Выдал Он Мне сам Не мог Сказать Что Это Такое Он Мне Сказал Для Чего Это Чтобы Узнать Находится В строке Или Нет А Что Это За Оператор Он Не знал Вот Поэтому Бесплатно Делюсь С вами Этими Знаниями Includ Ты имеешь Ввиду Возможно Потом Чуваки Будут Идеально Собеседование Проходить После наших Подкастов Я надеюсь Они уже Проходят Идеально Но Скоро Это Просто Они будут Сами Задавать Вопросы Чувакам Которые Я согласен Пусть Наши Слушатели И Зрители Будут Именно Проверяющим Пусть Они По Нашим Подкастам Ловят Всех Новичков Так сказать На слабое И платят им Потом Меньше Денег Потому Что Они Не знают Что такое Побитовое Отрицание Индексов Ну В общем Да Все Я думаю Хватит С нас Именно Хитрости Джаваскриптовых Потому Что Потому Что Тут Есть Еще Именованные Блоки И это По факту Типа Как бы Это Назвать Хуки По которым Можно Ходить Например В циклах И так Дальше Во-первых Это полное Говно Во-вторых Ни разу Не видел В-третьих Надоело Уже И тегированные Шаблонные Литералы Я тоже Пропустил Потому Что Я их Даже Не очень Понял Хотя Опять же Понял Но Это Какое-то Сильное Колдунство И нахрен Не сдалось Поэтому Я Две Опустил Штучки Вот Но Вы Как бы Знаете Что Есть И Еще Я На самом Деле Тебе Так Скажу Что Следующую Темку Я предлагаю Опустить Потому Что Ее Надо Обсуждать Минут 40 А Случайно Следующая Темка Это Не То Чем Я думаю Не та Темка Которую Предложили Нам Это Та Темка Которую Нам Предложили В Патроновском Чатике И я Предлагаю К ней Отнестись Бережно Как Она Того И Заслуживает И Обсудить Ее В следующий Раз Нормально Потому Что Это Та Тема Которую Я Тебе Сказал Что Я Ее Прям На Подкасте Посмотрю И Я Сейчас Ее Все Так Сковырнул Рыльцем Ну То Я Треть Прочитал И Треть Реально Как Для Детей А Потом Дальше Лучше Все Вникнуть Чтобы Не Ударить В грязь Лицом Перед Нашими Дорогими Патронами Я На Следующий Раз Перенесу Вот То Ты имеешь в виду Там Все Так Не Рыльцем Надо Было Там Рогом Надо Было Прям Рыть Да Ну Потому Что Экать И Бэкать Я Не Хочу Зачем По Нашим Подкастам Собеседование Проводят В конце Концов И Вот Ну Этой Темке Место В следующий Раз Чтобы Опять Была Какая Нибудь Джаваскриптовая Замануха Понимаешь Здесь Как Все Просчитано Ты сейчас Будешь Шекать Бэкать Мэкать А все Таки Патроны Предлагают Надо Как-то Уважительно Отнестись И да Поэтому Ее Опустим А дальше Все-таки Перейдем Наши Две Завершающие Темы Да Перед Завершающими Двумя Темами Хочу Вам Напомнить Что У нас Есть Чат В Телеграм Чат Обычный Для Просто Для Пацанов Обычных Для Девчонок Обычных То есть Не для Патронов Он Есть По ссылке На Eubizine.ru Слэш About Туда Зайдете И будет Круто Потому что Можете Прям Задавать Там Вопросы У нас Есть Чуваки Которые Просто Берут Заходят В чат И сразу Ctrl-C Свой вопрос Как на Такой Airflow Естественно Им никто Не отвечает Кидают Стикеры Гифки Ну и так Далее Ну вы Понимаете Для Патронов Но это Уже Мы об этом Говорили Но это Уже Совсем Другая Это Совсем Другая Стория Итак Дэн Абрамов Про Интерфейсы Сказал Много Надо его Называть Поэтому Дэн Абрамов Тем более Что Денис Прокомментировал Он же И предложил Он в русском Рассказал Основные Проблемы Разработки Современных Интерфейсов Абсолютно Блицово Пройдусь Потому что Во-первых Проблемы Все это Достаточно И так И так Уже На виду Здесь Просто Дэн Он как бы Сформулировал Это как Вопросы Самому себе То есть По сути Это чеклист Некий Который Ты должен По которому Ты должен Пробежаться Чтобы понять Что твой Вообще Не только Интерфейс На самом деле Но и в принципе Продукт Подходит под Стандарты Дэна Абрамов Подходит под Стандарты Нормальных Чуваков Значит Первый вопрос Который Ты должен Себе задать Это Целостность Есть ли Вообще В твоем Интерфейсе В твоем Дизайне Целостность Вообще Продукт Он целостно Работает То есть По факту Например Вот Даже Те самые Лайки Например Во Вконтакте Ты нажимаешь На лайк У какого-то Поста И происходит 100 миллионов Всяких событий Которые целостно Должны происходить Сразу же Автоматически Ты нажал лайк Твоя фамилия Имя появились Твой аккаунт Появился В списке Залайканных И так далее И так далее Добавился В общем Короче Это целая цепочка Целостность Отзывчивость Соответственно Вопрос Какой он задает Типа Вообще У тебя В проекте В вашем проекте А как нам поддерживать Синхронизацию В разных частях Экрана Синхронизацию Между элементами То есть Есть ли целостность Это первый вопрос Отзывчивость Вообще Собственно А как У тебя Элементы Или даже Твоя страница Отзывается Вообще В принципе Или твой Не знаю Что у тебя Часть приложения Отзывается На какие-то действия Пользователя То есть Есть ли Какие-то у тебя Загрузки Лодинги Какие-то там Спиннеры Которые вращаются Как вообще Отзываются У тебя Ты вот так Каждый раз Именно Как будто Ко мне Обращаешься Мне прям Хочется Как Александр Хочется Отвечать Но не Был А ты хочешь Ты хочешь Сказать Господин ведущий Опять же Повторите вопрос Пожалуйста Я тебе снова Повторяю Ладно Так вот Я нет Я это в основном Лирическому персонажу То есть Нашему подписчику Нашему слушателю Время отклика Latency Здесь видишь Уже не про интерфейс Здесь конкретно Вообще Код у тебя написан Не на говнокоде Но как Сам Как у тебя Время отклика Страницы Время отклика Приложения А не Дропнет ли Твой продукт Вообще пользователь Например Как у тебя там Асинхронно Не асинхронно Хотя может Про асинхронно Он дальше говорит Да Там это дальше будет Навигация Navigation Короче Ну это Достаточно Просто То есть Навигация Вообще Какая у тебя есть В проекте Может быть Хлебные крошки Может быть Переключение Там между разделами То есть Менюшка какая Классно сделано Или не классно Как продукт Вообще С навигацией Он дружит Или нет Мне просто Еще нравится У него Именно Пункт Что допустим Если у вас есть Какой-то поиск На странице На сайте И ты делаешь Между вкладками Навигация Важно Чтобы содержимое Поиска Не пропадало Ну типа Ну как важно Это просто Тоже Именно Момент Который Нужно Продумать То есть Если оно у тебя Пропадает То ты должен Сам себе Обосновать Почему оно у тебя Пропадает Ну и соответственно Наоборот То есть это Такие тонкие Моменты Которые тоже Играют роль И это Круто Когда Ты видишь Что Разработчики Приложений Запарились Вот я Это например Очень люблю Опять же Вот в GitLab В самом ПО GitLab Ты начинаешь Писать Тикет Например Issue Потом Тебя что-то Отвлекло Ты перешел На другое Потом Жмешь New Issue А в Story Все еще Сохранено Что ты еще В тот раз Писал Ну наверное Если ты Браузер не Закрыл Ну не Наверное А точно Если ты Браузер не Закрыл То есть Оно не в Local Storage Наверное Записано Оно именно В Story Самого Приложения Но не Важно Это все равно Приятно И круто Каждый раз Именно Кайфую От того Что так Сделано Да Пойдем Дальше Следующее Устаревание Устаревание В плане Того Что вообще Это не То устаревание Которое Вы могли Подумать Устаревание Именно Информации То есть Мы Что-то Храним В кэш Изменяется В процессе Каких-то Действий Пользователя И может быть Загрузки Вашей На страницы Соответственно Нужно все Обновлять Вообще Как у вас там Кэши Обновляются Как вы вообще А то бывает Такое страшное Что Пользователь Нажимает одно Делает одно У него все еще Старые данные Ну и в общем Это страшно И как видите Не все дизайн Не все интерфейсы Точнее Может быть Это все дизайн Но не все интерфейсы Энтеропия Энтеропия Вообще Ваш Интерфейс Ваш продукт Он Насколько Читаемый Он Насколько Как бы Полностью Покрывает Вот Покрывает Кобылу Насколько Полностью Он Вообще Понятен Как пользователь Смотрит на него И понимает Что здесь происходит Социальная сеть У вас Или что это Это вообще лайк Или это не лайк Что это То есть Есть ли какая-то Энтеропия Вообще Она уменьшается Увеличивается От вашего продукта И должна ли она Уменьшаться Соответственно Приоритет Это то что я говорил Но это в принципе Практически все Про одно Про техническую Про техническую Вещь Хотя здесь Как-то он немножко С интерфейсами Связывает Ну да вообще Как хотите Грузить например На вашей странице Или в вашем приложении Что По какой В какой последовательности Что сначала Нужно загрузить Может быть что-то Асинхронно загрузить Может быть что-то Сначала там Стили подтянуть Или еще что-то В общем Чтобы было максимально Пользователю Удобно Быстро Классно На мобиле Нахренили На самом плохом девайсе В мире Короче Доступность Аксессибилити Ну это понятно Доступность Та самая Именно Даже не только Для людей С ограниченными возможностями Как здесь Дэн Абрамов пишет Сейчас будет про них Да-да-да Да-да Не только С ограниченными Но вот Дэн Абрамов Например говорит Что на многих Модных Ресурсах Где используют Знаешь Очень тонкие шрифты Для понта Это тоже Даже для чуваков С хорошим зрением Не очень На самом деле Поэтому Посмотрите на доступность Вообще у вас Адекватно выглядит Ваш продукт С точки зрения Аксессибилити Интернационализация Я сейчас уже сам увидел Что он моложе нас На самом деле Дэн Абрамов 26 он сказал Да-26 И это как-то даже страшно Потому что Выглядит он на 36 Как минимум Ну Чувачек Победал видимо Интерфейс Интернационализация Ну да Работайте по всему миру Локализация Языки Письмо Слева направо Справа налево Все это нужно Естественно адаптировать Как Для каждого клиента По-своему Доставка Delivery Ну это просто Короче Как вы вообще Доставляете Ваше приложение До пользователя Конкретно Опять же Не обязательно про интерфейс Просто про весь продукт Как вообще оно Может быть оно загрузится сразу Может быть оно загрузится постепенно Лейзи лодом Если это страница Хрен его знает Гибкость Ну это про Про баги Которые неизбежны В продакшене Что короче Мы можем На самом деле Продукт выпустить С наименьшими потерями Скажем так То есть Все критичное Закрыть Но Быстрее сделать продукт Чтобы он был уже на рынке И как бы И бизнесу угодить И чтобы не Не обосраться Скажем так Это гибкость Ну и абстрактность В небольшом приложении Мы можем Хардкодить И решать Все вышеперечисленные проблемы В лоб Но приложением Свойственно расти Мы хотим иметь возможность Переиспользовать Разветвлять И объединять Различные части приложения То есть Как бы делать Абстрактную Такую структуру Из которой Может быть Что-то потом Взять Какие-то другие Там вещи Хотим определять Понятные границы Между частями Одного целого Которые будут Приняты Разными людьми И при этом избежать Слишком жесткой логики А так как она часто Изменяет И эволюционирует В процессе работы Как нам создавать Абстракции Которые позволяют Скрыть детали Имплементации UI Ну короче В общем абстракция На самом деле Мне вот Про абстракцию Есть что сказать Именно по поводу Архитектуры Ну-ка В плане того Что некоторые вещи Это могут быть Микросервисы А по факту Работать Как часть Ну большие Такие крупные Части одного Приложения И ну это Никто не должен Видеть Вот Но почему Это должно быть Отдельно микросервисом Потому что там Ну нагрузку Распределить Например То есть все мы знаем Что на Какие-нибудь Видеосервисы Или на какие-нибудь Чаты Больше нагрузка Чем на Обычный фронтенд Который статику Отдает нам И все Вот их можно Выделить отдельно Но это по факту Будет все равно Части одного Большого приложения Просто там Подгружаться Но работать На разных тачках Например Вот это как раз Тоже абстрактность На мой взгляд Может быть Кто-то меня спорит Что разные части Они в разных местах Лежат Но являются Как бы Составляющими Одного большого Целого Веб-приложения Да Да Вот так В принципе Вот так Пойдем дальше Кто-то даже Вот с Этой статьей Получается В песочнице Был То есть Это из песочницы Именно Кого-то пустили На хабр Вот с таким Переводом Дэна Абрамова На мой взгляд Как-то мало Картинок Я кстати Даже не знаю Это на самом деле Претензия К самому Дэну Или к переводчику Потому что Я сейчас открыл Именно оригинал И там И одной Этой картинки Не было Так что Это к Дэну Абрамову К самому Потому что Переводчик Даже одну умудрился Подобрать Так сказать В тему Вот Но как-то Да Не более Видимо Просто Именно Картинка Она как По Бабичу На самом деле Он там Любил Вот эти Вот Что вот Это нет А вот Это да И Да Ладно Короче Круто Круто Кстати Было примечание Переводчика Текст написан Переведен От первого лица Автор Игрегинала На английском Дэна Брамов Разработчик Библиотеки React Для построения Сложных Пользовательских Интерфейсов Да Да Сейчас Классная Будет Завершающая Тема Блица Нашего Сегодняшнего Блица Я бы даже Скал Да Нам ее PhilXXL Прокомментировал Предложил Вот И Так вот Пишет А что Челябинск Выгоняет Айтишников Чувак На видео Критикует Айтипарк В Челябинске Мне показалось Что он Перегибает Палку Так как Даже В Москве И в Питере Я вижу Подобную Картину Рядом Тот перекресток Реально Настолько Ужасный Вот И Под видео Под видео Под комментариям Ссылка На видео Оно Находится На канале Челябинского Урбаниста Это тоже Такой Известный Так сказать Чувак У нас В узких Кругах И Как мы с тобой Никита Поступим Мы сначала Посмотрим Его Потом уже Расскажем Предысторию Кто такой Челябинский Урбанист И так далее Или нет Давай сначала Расскажем Что Ну тут История Я просто Не знаю Ничего Если у тебя Есть что Рассказать То рассказывай Ты просто Это чувак Который уже Наверное Три года Может быть Больше Снимает Ролики О том Как в Челябинске Неудобно Вообще Жить Именно в плане Городской Среды Ну знаешь Опять же Что там На переходах Нет съездов Для инвалидов Колясочников Ну всякие Такие вещи Кроме Реально Очевидно Таких Которые Больные Есть всякие Надуманные Типа знаешь Подземные переходы Как ты относишься К подземным переходам Как я к ним отношусь Ну иногда Перехожу по ним Ну то есть Ты бы хотел Чтобы их не было Чтобы были только Надземные переходы Потому что подземные переходы Это некрасиво Опасно И так далее И тому подобное Ну Вообще Подземные переходы Они же практически Во всем мире есть Я все понимаю Конечно Что это может быть опасно Но Мне кажется Что Здесь надо Не смотреть Именно на то Что подземные переходы Это опасно А смотреть на Обеспечение Безопасности Этих подземных переходов Ну да Ты слушай Как политик Прямо ответил Вроде ничего не сказал А вроде как бы И все посуществует Так я Я уже все Вот Ну я просто к тому Что Типа если вот Типа Гениальный город Мими-ми-ня-ня-ня В котором там Газончики И так далее То там нет Подземных переходов Там все классно Ну ладно Согласен Фэрбэнкс Аляска Нет подземных переходов Только надземные Да И то может быть Где-то есть Просто мы не видели Но не важно Ну в общем вот Там где мы покупали Это ну Вот да Короче говоря Он такой То есть он Именно такие Контровершие ролики Снимает По поводу того Что Некоторые вещи Типа откровенно Плохо сделаны У меня только один вопрос Я его наверное Ну нет Я задам его сейчас Но мы будем пытаться Подумать о нем Какого хрена Он все еще здесь Ну то есть реально Это человек Которого именно Все бесит Очень сильно Причем Ну он действительно Перегибает палку Как нам и написал Кто там нам написал Филэкс Эксэль Вот Почему он все еще здесь Зачем он тогда Это снимает У него там Шесть тысяч просмотров Это примерно Как у нас Ну как бы Не у нас конечно Но да То есть Да он собирает Пожертвования Но неужели Как бы Ну по другому Ну не знаю Для меня это вопрос Все еще Вопрос намерений Для меня не ясны Его намерения Потому что Ну блин Как-то это все Немного странно Ну что Давай так Это сейчас был спойлер На самом деле По поводу того Что перегибает он или нет Потому что я На самом деле Не видел ни одного Нормального его видео И я здесь буду отыгрывать Или плохого Или хорошего полицейского Я пока не знаю Но я буду как в первый раз Младенческим взором Это на самом деле И не спойлер Потому что Кто-то скажет Что перегибает Кто-то скажет Что не перегибает Это вкусовщина А окей То есть ты в смысле Своё мнение практически Да-да Это я чуть-чуть Просто своего мнения Сказанул На все Давай тогда Смотри Ты мне скажи Когда нажать Потому что я готов Абсолютно Ну да Я тоже Только play нажать Давай На счет 3 нажмем Сразу нашим слушателям И зрителям скажу Что сейчас я вам тоже покажу С вами вместе посмотрю Никита Фонова Посмотрит вместе с нами И потом мы это обсудим вместе Так что Давай 3, 2, 1 Смотреть Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 Это в чём? Знаешь, в чём я тебе хочу сказать? Смешно почему? Потому что я, короче, в Челябинске живу 27 лет, уже тебе говорится именно как старик уже. Я в Челябинске живу 27 лет, и это смешное место для IT-парка, в принципе. То есть топ-10 смешных мест для IT-парка. Первый топ-1 это вот там, где поставили. Вот именно то место, это просто досвидос, короче. Вот там точно не должно быть не то, что IT-парк, это смешно. Но это, я не знаю, это, короче, просто супер-место, я не знаю для чего. Там никогда не было, не знаю, это здание ему не так много лет, на самом деле. Да ему до 5 лет, может быть, около того. Я так понимаю, оно не задумывалось под IT-парк изначально, может быть, и задумывалось, хрен его знает. Но оно очень сильно там выбивается. Это вот здание, которое, наверное, нигде так не выбивается, как там. Это просто досвидосик. Вот. Короче, что ещё я хотел сказать? Мне просто смешно поэтому, потому что, короче, это просто нелепо, короче. Супер-нелепо. Я не знаю, это как поставить IT-парк в селе каком-то. Ну, то есть, это реально не самое инфраструктурное место в селе. Ну да, типа в натуре, как в селе в натуре. Да там даже не село, там такой супер-промышленный кусок чего-то такого. Там ещё всё чёрное такое от, я не знаю, от чего там. Короче, просто там, короче, именно супер-много людей. Это такой хаб-хабыч. Это реально хаб, это место, где можно с трамвая пересесть на троллейбус, как бы. То есть, это реально именно хаб транспортный, из-за чего там грязь. Да, это какой-нибудь по киберпанку, какой-нибудь Бангладеш показывать. Именно где, знаешь, кучи людей, миллионы людей проходят в день. И где, короче, просто, я не знаю, торгуют наркотиками там и так далее. Именно киберпанковое такое место. Вот это такое же, только челябинское место такое, знаешь, где, короче, рядом больница находится, да. Да, это действительно рядом больница, да, там в одном квартале. И там просто миллионы людей ходят. Это очень наркотическое место. Короче, это супер не место для IT-парка, во-первых. Даже не потому, что там ларьки, а просто там, короче, если IT-парк это место, где они снимают, арендуют вот у этого здания, это супер тупо там арендовать. Ну, типа, если ты настраиваешься на то, что у тебя рафинированные чуваки будут ходить с маками. Вот. Я даже не в защиту, как бы, ларьков, а про то, что просто место, ну, как бы я что-то хотел другого полицейского отыгрывать, но отыгрываю пока полицейского того, который другой. Короче, в общем, достаточно места... Я понимаю, что вы мне сейчас скажете, что, типа, вообще везде должно быть место, где могут чуваки-айтишники ходить. Это достаточно сложно. Ну, нет, в Магадане не должно быть. Ну, вот это достаточно сложное место, да. Это реально, это спальный район, причем не самый благополучный спальный район, и там на самом деле именно вот это хаб, а если посмотреть по карте, на западе и на востоке до сих пор сады. Сады в черте города. Короче, там до свиду. Да просто до свиду. Я просто IT-парк. Я что-то орнул, на самом деле, с этого. Знаешь, с чего я еще орнул? С того, что... Я понимаю, о чем ты говорил про то, что чувак докапывается. Просто суть в том, что у него на канале написано, что, типа, он как бы рассказывает, как решать проблемы. Архитектуры, проектирования и так далее. Это неправда. Он почти во всех роликах просто вайнит и все. Да, и как улучшить среду? Я так понял, что просто суть в том, что он понимает, что его смотрят чуваки, которым, ну, интересно посмотреть про то, как чувак, скорее, говорит именно про проблемы, причем просто говорит про проблемы и их увеличивает как-то. Ну, короче, это понятно, что именно такое и будут смотреть. То есть, это достаточно просматриваемый такой контент, где говорят, что все плохо везде. Ну да, это как про убийства. Смотреть вечернее там чрезвычайное происшествие или как там эти передачи называются. То есть, ну... Да. Но на самом деле я бы, честно, вот честно признаюсь, то есть, если меня спросить, вот это, короче, вот сейчас это был другой полицейский, твой полицейский, сейчас мой полицейский, честно признаюсь, я бы там квартиру не купил в этом, вот в этом куске. Еще пока. Это реально говида. Я бы вообще, вот не в жизни просто. Это просто, это, короче, район очень хреновый. Вот именно этот кусок, микрорайон, я бы сказал, он достаточно хреновый, он очень... Блин, у нас есть такое слово «раздроченный». Вот, короче, он такой. Это очень раздроченное место, согласен. Просто, ну, реально еще и больница, причем областная. То есть там со всей области туда везут, и именно больницы скорой помощи. То есть туда привозят именно, ну, людей в разном состоянии, достаточно тяжелых. То есть это, ну, это вообще не пикник. Делать там IT-парк, это как бы, ну, это что-то смешно. Да, да. Ну, давай, у тебя какие-то есть комментарии глубокие? Домашние заготовки? Ну, не домашние. Я просто понимаю, где он живет. Он, видимо, живет на педучилище, то есть на одну остановку ниже. И идет, помнишь, вы меня в поликлинику подвозили пару раз? Помнишь, там именно реально узкая улица, которая во дворе уже? То есть если на педике, именно на педике, на педучилище свернуть направо во дворы, и можно ехать параллельно молодогвардейцев по узкой улице. И там еще пересекать будет улица художника Русакова. Такая очень маленькая улица, там буквально 20 домов на ней. У меня просто у сестры там как раз квартира. Вот. И там именно прикольно. Но вот реально в 300 метрах вот этот досвидос, вот этот перекресток, который именно, он реально максимально раздрочный. Там действительно хрен перейдешь нормально. Я почему знаю? Потому что я на рынок недалеко от этого места за мясом езжу. И приходится пересекать этот перекресток. Его действительно только бегом пересечь. Именно который через трамвайные пути. Там и на тачках пробки всегда есть. Да, там и на тачках налево хрен повернешь, потому что там стрелки до сих пор не сделали дебилы. Непонятно почему. То есть, ну реально, даже на менее значимых перекрестках делают стрелку, а тут нет стрелки налево. Там, конечно, сделано так, что пока ты едешь прямо в горку, с горки не едут. Но у тебя все равно объективно секунд, ну не 15, наверное, не знаю, 12, чтобы повернуть там налево, перекресток гигантский. Он еще и в горку. Ну то есть, он... Но он еще и с путями там железонаружными. Да, да. Да, на самом деле, конечно, это такой перекресток, как вы понимаете. Вот мы сейчас обсуждаем, как вы понимаете, супер не для IT темы. Вот вообще ноль. Ну вот ноль. А эти темы там должны находиться. Кофеин, где с макбуками посидеть, там нет. Да какие там кофеи, там вот хоть бы не убили тебя просто. Реально, это просто досвидос. Да, да. Особенно, я еще скажу, напоминаю, на западе и на востоке сады в черте города, которых, предположительно, людей убивают по ночам. На север там еще сквер, рядом с клубом. Там классно. Там тоже как бы не пикник. Там классно вообще, там рядом Виктория, там все, там вообще все как надо. Да, то есть там, ну, я очень много лежал в этой больнице в детстве, когда еще болел. Когда у меня еще было время болеть. Вот. И там, конечно, тогда не было столько ларьков. Вот. Там было буквально парочка ларьков. Вот, кстати, та остановка, которую он показывал, там действительно было злачное место. Там было больше ларьков. То есть туда приезжали там яйца покупать. Мы на трамвае ехали остановок 6, потому что там были свежие яйца. И магазин с озвученным названием «Петушок». Ну, неплохо. Но вот на другой стороне, там, где именно IT-парк, там не было никаких ларьков. Там реально был просто один вот этот магазин, который перед IT-парком стоит, там трехэтажный. Вот. И там, ну, там были отделчики вот это с одной кассой, как обычно. Но вот этих ларьков, конечно, там был один ларек с кассетами и дисками. Именно, знаешь, когда у которого колонки на улице стоят, и они играют громко. Ну, короче, блин, этот перекресток, это всегда был рынок. Ну, давайте так. Поэтому это реально не то. То есть не так, что, знаешь, поставили IT-парк, и через три года вдруг жесть началась. Она там всегда была. То есть это место, в которое люди ездили закупаться 100 миллиардов лет назад. И еще и неблагополучные люди, будем говорить. Поэтому, отвечая на вопросы PhiloXXL, тот перекресток реально ужасный. Он максимально далек еще от центра. То есть там даже институтов-то нет, из которых люди могли там после пара поехать работать в каворкинге. Но тут есть один челгу, но нету ни одной маршрутки, по-моему, если мне память не заметит, которая именно с коширенных налево на молодых поворачивает. Во-первых, там хрен повернешь, опять же, там как бы, ну, неприятный поворот налево. Во-вторых, ну, там реально нет маршрута, который ты едешь. Поэтому с челгу можешь только пешком дойти. До этого IT-парка. Это в горку. Это, опять же, никто не будет этого делать. То есть туда не попадут даже люди, по идее, которые как-то, ну, квалифицированы. Все институты вообще в другой части города. На самом деле, я вот сейчас понимаю, что во многом челябинский урбанист, это, знаешь, сама по себе вот эта тема, она... Я просто, вот, не знаю, так оно или не так. И вообще, может быть, так или не... Ну, или вообще чувак предполагает это. Или, возможно, это просто сама цель его. Или... Ну, я понимаю, что, скорее всего, нет. Но сам по себе вот проект Челябинский урбанист, по идее, это, ну, положительная хрень, которая рассказывает там про какие-то... Даже если... Неважно. Даже если он не говорит, не предлагает, что делать, он... Ну, пусть рассказывает про проблему, окей. Но я боюсь, что этим проектом он скорее не улучшит Челябинск. Ну, в смысле, хорошо, ладно, я не буду говорить. С улучшением Челябинска, возможно, улучшит. Но вот вообще из-за таких видосов, возможно, чуваки свалят еще больше из нашего города. Да, да, больше разъедутся, я согласен полностью. Это как бы ролик, который только подогревает, так сказать, настроение. Он сильно подогревает. Особенно вот этот чувак, который там про жалюзи и про окно сказал. Ну, на самом деле, конечно, ну, хороший вид из окна в Челябинске словить, это не очень-то легко. Ну, да, не очень-то легко. Это достаточно тривиальная задача. Не тривиальная, простите. Поэтому... Как думаешь, из провинции Китая, где делают какие-нибудь там эти... Тоже можно словить хорошие? Там тоже, я думаю, сложно. Но мы как бы типа претендуем на то, что у нас все классно. Вот, но это только претендуем. Дальше, идя по филу XXL, если пройтись с конца, что он видит подобную картину в Москве и в Питере рядом с Типом Пантомином. У нас, мне кажется, вся страна уже в рынок превратилась, если быть откровенным. Но если как бы вот к этой теме идти, то кроме классной Красной площади уже везде ларьки, мне кажется. Хотя и на ней скоро уже будут. В Мавзолее уже будут шаурму продавать. Да нет, это на самом деле, конечно, некрасиво. В любом случае ларьки некрасиво, но я просто скажу, что даже если вы уберете все ларьки, даже если вы уберете все пазики, короче, это все, в любом случае вот это место, на котором находится вот это здание, где снимают IT-парк, оно, что ты хочешь делать, ты даже, я не знаю, вот что хочешь делать. Просто там так много, такое скопление народу, транспорта, короче, и вот в это всего-всего-всего, что просто там не место IT-парку. Я, если честно, даже не представляю, как сделать, чтобы не было там грязи, например. Ну то есть, что вообще в принципе у нас не так? Надо вымастить дороги все как-то по-другому? Или мыть их реально с шампунем? Или, ну то есть, мне кажется, там даже невозможно от грязи-то избавиться. Это просто такое место, которое не очень чистое. Вообще Челябинск — это не очень чистое место. Да, согласен. Ну и самое главное, считаешь ли ты, что при всем при этом он перегибает палку? Мне просто, мне настолько манера и подача не нравится, если честно. Он как-то не очень харизматично это все говорит. Ну смотри, давай так, смотри, короче. Как какие-то присказки. Слова-то хорошие вроде бы, но ты пидор. Вот примерно так. Я понимаю, о чем ты говоришь. Я понимаю, о чем ты говоришь. Смотри, давай так, возможно, это то, что нужно, короче, чтобы, знаешь, ну типа простыми словами, легкими, никто не поднимется, так скажем, выйти на площадь, понимаешь? Я даже не знаю, что мы там призываем или... Я имею в виду, что никто даже не задумается простыми словами. То есть, людям нужна сенсация, чтобы... Или какой-то там шок-контент, может быть, чтобы они поняли, что хреново в этом районе и так далее. Возможно, эта подача для этого подходит очень хорошо. То есть, я понимаю, почему такая подача. Возможно, он утрирует. Может быть, он даже и не факт, что он все это смог бы, там, знаешь, за первый раз сам увидеть там или почувствовать все эти проблемы. То есть, возможно, это реально накопленный какой-то опыт проблем сразу же, которые он выдает, там. Это как бы типа целая лекция, возможно, вот этого всего. И из-за этого кажется, что переизбыток плюс манера, короче, подача и так далее, что практически тролл такой, знаешь, один большой, челябинский. Вот, возможно, я опять же, может быть, это и хорошая тема в плане того, что реально кто-то задумается. Вот. А может быть, это и не очень, потому что такой манерой можно, наоборот, отвратить максимально от Челябинска и просто чуваки свалят. То есть, мне странно, что чувак не сказал, что IT-парк, в принципе, не очень место для IT-парка. То есть, чуть глубже как-то или в сторону не посмотрел. Ну, то есть, раз он уж предлагает, типа там, там написано, что он предлагает что-то, то как-то не предложил ни хрена. Вот, это... Он просто критикнул, как бы, и всё. Критикнул, сильно. А тут даже что-то щитикатить. Но, в принципе, критик... У нас в Челябинске тут критикнуть можно... До свидания, что можно критикнуть. Ну, вот, собственно, что он и делает. Ну, да. Ну, да, ну и тем более, да. Ну, всё, надо к обойке переходить на этой, так сказать, реалистичной ноте. На этой мажорной ноте, да, сейчас, секу. Я бы её минорной скорее назвал, но да. Ну, я арнул. Мажорная, это если бы мы предложили что-то. Это если бы мы мажоры сняли с тобой. Опа. Короче, айбойка. Здесь лист мы видим. Видим лист. Я не знаю, что это за растение, поэтому я хочу домашнюю заготовочку полностью послушать сегодня. А, это называется монстерра растения. Вот, у меня такое есть. И дело даже не в этом. Дело в том, что вот наш подкаст, он как лист монстера. Почему? Потому что вот это такое растение, его если забудешь полить, ну, не знаю, недельки-полторы, например, у него начинают чернеть вот эти кончики листьев. Но потом ты, если польёшь всё-таки в какой-то момент, то хоп, и обратно зазеленеет. Но вот эти кончики листьев, они так и останутся напоминанием того, что когда-то ты забыл полить. Так, кстати, не только это растение, так, в принципе, много тропических растений себе ведёт. Даже авокадо, например. Вот. Просто я эту картинку увидел. И, соответственно, вот наш подкаст, даже когда мы, знаешь, в какие-то моменты, ну, можно себя упрекнуть, ну, меня и тебя, я имею в виду, что мы мало занимаемся там в какой-то момент. Вот он чернеет чуть-чуть уголки, а потом мы всё равно даём какую-то новую жизнь подкасту, даём нашему проекту новую жизнь, там, блин, запускаем, там, то да сё. Вот. И он опять зеленеет, но вот эти кончики, они всё равно остаются нам как напоминание, что надо не забывать поливать наш подкаст, и тогда всё будет вообще суперклассно и здорово. Замечательная домашняя заготовка в натуре. Ты как урбанист, короче, подготовился к обойте. Ну, примерно. Но, видишь, я всё-таки на мажорной ноте, на мой взгляд. Потому что... Согласен. Всё-таки зацвело обратно. Ну, не зацвело, а зазеленело. Вегетация опять продолжилась, так сказать. Да. Вот. И круто. Так что, так выпьем же за то, чтобы наша вегетация и не прекращалась, что называется. Конечно. Хлорофилл, чтобы поступал постоянно. Вот именно. А знаешь, кто спонсор нашего хлорофилла? Надо, мне кажется, их назвать. Да, обязательно. Нужно, конечно же, продиктовать всех наших патронов, как мы это делаем последние несколько выпусков. И если бы ты мне, кстати, сейчас не сказал, я бы опять забыл. Но поскольку у нас это отражено теперь в нашем слайке корпоративном... Я там и вычитал. Да, это будет сложно. Вычитал. Сложно будет забыть. Расскажу, расскажу наших патронов. Мы всех перечисляем, начиная от 5 долларов. Вот. И хоть их как бы и немного теперь, но, мне кажется, они стоят того, чтобы их сказать. Во-первых, это 20-долларовый Константин Гончаров и Иван Мерзавцев. Чуваки, вы классные. Согласен. Целых двое. Теперь 10-долларовый. Их 5 теперь. Это граф Абалмасов, Ануар Балгимбаев, Сергей Тян и Никита Ларк. И к ним присоединился Михаил Палмер. На прошлой неделе он был 5-долларовым. Задерживал оплату, так сказать. А вот, но теперь снова занес и за 10 долларов стал патроном. То есть поднял ставки, так сказать. Красиво делает. Достойно похвалы. Да, он на самом деле уже довольно-таки давно наш патрон. Вот, поэтому крутой. И 5-долларовые. Титус, Антон Пи, Мэтт, Балина Мавель, Иван Сухин, Миша Хохлов, Явеб, Илья Евсеев, Антон, Алекс Яценко, Андрей Чиг и Эльмира Хайлилова. Хайлилова, простите. Вот такие вот люди. Молодцы, спасибо всем. Да, кстати, все исправно получают стикеры, все улыбаются, радуются. Не как в Челябинске, ты имеешь в виду, на том перекрестке. Да, да, совсем наоборот, по-другому. Поэтому, чуваки, вы молодцы. Ну и да, нужно еще назвать Тимура Икрамова, который последний раз 20-ку занес, хотя все еще остался в 2-долларовом тире. Вот, и, соответственно, Радика, который занес 16, но не выбрал награду. И Рома Фролова, который заносит 5 и тоже не выбрал награду. Чуваки, вы все классные. Молодцы. Вот, кстати, вы тоже являетесь, так сказать, примером для всех. Вы даже награду не выбрали, просто решили нас поддержать. Это достойно уважения и уважения только. В общем, да, так у нас получилось в этот раз. 191-й выпуск подходит к концу. Мы, надеюсь, мы вышли в этот раз опять все-таки в премьере. Как выходили там 5 выпусков до этого или 6, наверное, не помню, сколько, но сколько-то мы уже выходим в премьере. Вот, надеюсь, мы, как обычно, по расписанию в четверг увидимся с патронами, в пятницу со всеми остальными. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, ставьте колокольчики, подписывайтесь в разных соцсетях. Короче говоря, увидимся, услышимся. И давай, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok